Они — сама ярость. Жестокие. Бесстрашные. Неудержимые. Беспощадные. Но ты... Ты будешь ещё хуже. Рви в клочья, пока не уничтожишь всех. Зимний сезон 2018 года ничем, кроме Вайлета Твергардена, особо не выделялся. Но вдруг творцы из студии Триггер, известны благодаря таким хорошим проектам, как... Известный за такие популярные тайтлы, как... Короче, просто творцы из известной по непонятным причинам студии Триггер выкатили своё творение из жанра меха под названием «Милый во Франксе». И осияли аки синева обсуждения Франкса на форумах. И он воспевал его церковный хор как творение Господа нашего. И он нарекали его лучшим тайтлом всех времён и объявляли переосмыслением Евангелиона. Высокие оценки, небывалая популярность... Неужто смогли? Неужто мы дожили до четвёртого ребилда? Ну, давайте разбираться. Суть такова. Начало сериала демонстрирует нам мёртвую, неизвестно какую планету, в неизвестный момент времени. И сразу же знакомит нас с главной героиней 0.2. А, нет, Аска, другая. Во-во, она. Она элитный пилот Евангелия, то есть Франкса, которую перевозят на новую плантацию. И да, не обращайте внимания на сравнение Франкса с Евангелионом. Просто я идиот, для которого любая меха — это плагиат Евы. Тем более, согласитесь, было бы глупо, если бы они и вправду стали копировать Еву подчистую. Это ж неразумно. После она знакомит с главным героем Хира, крайне впечатлённым полумёртвой птичкой, которая как бы символизирует главного героя, поскольку его и его партнёршу вскоре должны были отправить в никуда на ближайшие маршрутки. Но к этому мы ещё вернёмся, ибо как я мог упустить подобную сцену? Я надеялся, что и сиденье, и твой характер стали мягкими и податливыми. Доктор, прекратите! И очевидно, задница Нана была столь обворожительна, что у солдат отказали мозги, ибо они умудрились потерять зероту на эскалаторе, дабы позже она просто пошла купаться в озере. Крокер! Она тонет! Нужно её спасти! Знаете, вот в экономике существует невидимая рука рынка. В Милом Вафранксе, благодаря сотрудничеству с несколькими студиями, существует невидимая рука A1 Pictures. Потому что, как по мне, только они способны нарисовать план с тремя кадрами в секунду, а после показать сиськи, болтающиеся во всех 30 кадрах в секунду. Фансервис вышел на новый уровень. И если вы недоумеваете по поводу того, чем же себя так зарекомендовала студия A1 Pictures, то с радостью напомню. Ай, разумеется, телепортация в озере с селёдкой во рту. Видимо, решила, так сказать, узнать себя получше. Не, ну вот эти самые диалоги. Я слышал, что вода в море солёная, но это не море. Я знаю, но это же больше всего похоже на море. Реплики писал, наверное, Человек-талант. И да, в обзоре порой будет присутствовать отдельный видеоряд с субтитрами, дабы вы не думали, что диалоги тупые из-за дубляжа. А как же иначе? Также по ходу полуголого разговора выясняется, что местных пилотов называют паразитами. Они, конечно, не снимают реакции на аниме, но паразитами от этого быть не перестают. Ааа, твой вкус такой возбуждающий. Он такой горький. И будто быти ночи. Вкус опасности. Что ты... Ну и сразу с ровного места Зироту наказывают главного героя своим милым. Ну, вы поняли, а всё потому что... Блядь, стоп, что? Думаю, мне понравилось. Ты станешь моим милым. Он главный герой, бля. Он как Иисус. Но вскоре отряд из Хитманов прерывает, казалось бы, почти начавшиеся саэти двух подростков и отправляет Зироту обратно в штаб под крики бедного хира. Твое имя? Как тебя зовут? Имя? Разве у паразитов есть имена? Кот 002. Все зовут меня 02. Понимаете, в Евангелионе была 02, а у нас как бы 002. Вы разницу-то чувствуете? Мы творцы. Мы так видим. Ну и после главный герой, разумеется, понимает, что Зироту это единственное, что ему нужно от жизни. Он отдаст всё, лишь бы она была с ним. Ведь именно этого зрители ждёт от тайтла из жанра меха. Смотри, сколько взрослых. Ага. Они сегодня пришли, чтобы посмотреть на нас. Ну и после этой непонятно какой церемонии, с выступлением непонятно кого перед паразитами, нам показывают... Что сука? Это же капсула, как в Евангелионе. Точь-точь, вы чё, ебанут? Ну извините, вспылил, с кем не бывает. Наверное, просто совпадение. Ну не могли же они так нагло копировать такую-то мелочь? Ну и как раз здесь, в тренировочной капсуле, выясняется, что Хиро со своей партнёршей по каким-то причинам не способны пилотировать. Вследствие чего отказались пилотировать вовсе, что по законам здешнего мира буквально означает смерть. И этот факт, естественно, приводит... Не строй из себя крутого! Ты везунчик и любимчик! У тебя есть шанс остаться! Почему именно ты стал моим партнёром? К невнятной идиотской истерике. Благо, сие труды 14-летнего сценариста прерываются нападением... Дракон! Это что, простите? Бу, блядь, бойся меня! Нет, в Евангелионе ангелы, конечно, тоже выглядели так себе, но это не валяшка. Даже в теории ходить не должна. Не, ну, безусловно, падение вместе с тонной бетона с огромной высоты однозначно закончится лишь лёгким испугом. Ну, ведь это всё-таки фантастика. Индийская, суть по всему. Серьёзно, он себе даже ничего не поломал. Ну, или его просто вынашивали в чугунном самоваре. Месяцев так 40. Вы сказали Голливуд? Ну, и как результат, Хиро решает пилотировать робота под названием Стрелиться вместе с Зероту, зная, что он, скорее всего, этого не переживёт. Но что же послужило мотивацией? Дай мне попробовать тебя. Теперь ты... Мой милый! Так, мотивация, побуждение к действию или совокупной ценности, задающей человеку определённую цель. То есть, исходя из этого, единственная цель в жизни Хиро — это сиськи. Лучше бы он просто весь сериал ныл. И в результате синхронизации обоих пилотов Стрелиться смогла трансформироваться в свою истинную форму, а именно в робота с ярко выраженной задницей и грудью. Окей. Один вопрос. Почём нынче вещества? А скажите, зачем вы, как режиссёр, решили, что будет разумно в столь серьёзном произведении так откровенно сексуализировать роботов? А, ебать, короче, бухали как-то всем офисом, и наш дизайнер такой пару дорожек снюхал и такой «Ебать, парни, а мы тут тоже нахуярим роботов с сиськами!» Он потом, правда, заблевал весь стол, но идея нам понравилась. Ну и, конечно же, благодаря усилиям Хиро они смогли убить дракона, у которого тоже есть ядро, и который точно так же умирает, как умирали ангелы в Евангелионе. Это совпадение. Только и всё. Далее назнакомится второй, что называется, лучшей девочкой этого тайтла, Ичига, которая так же, как и Хиро, является паразитом, и которая рассказывает ему о смертельной опасности полёта с той самой Зироту. К слову, из-за Ичига до сих пор какие-то дебилы на форумах спорят, кто лучше она или Зироту. Согласитесь, это тупо, поскольку каждый персонаж по-своему притягателен зрителю, и спорить о том, кто лучше, попросту не имеет смысл. Э, придурок, рэй-бревно. Чё? Эй, иди сюда, в лицо мне это, сука, скажи! Почему она до сих пор и здесь? Она такая странная. Интересная, сладкая, она любит? Она не человек. Заметь. Эм, ребята, вас не смущает, что она как бы в двух метрах от вас сидит? Вы бы ещё на весь дом про это орали. Хотя, после демонстрации некоторых персонажей... Если хочешь, я великий Зором и позволю летать со мной. Что ты творишь? Сомнения по поводу их умственных способностей быстро отпадают. Позакрывало пиздаки! И в результате непрозрачных подкатов со стороны 0.2, хорошо, что она его прям там не выебала, нам демонстрирует подземный город. Угу. Причём, сравните, они даже цветокоррекцию менять не стали. Круто! Настоящий подземный город! Да, геофронт. Это наша секретная база. Так, и ангелеоня была 0.2. У нас пусть будет 0.02. Так, чё у них там вместо ангелов? Драконы. А, вместо... Ай, похер, пусть будет подземный город. Чё смотришь? Э, Евангелион переосмысляет. Будва, блять. Но и добивающей сцены стало знакомство зрителя с местным аналогом Зелли, который является правителями всего оставшегося человечества. Мы получили сообщение, что стрелиться осталось на плантации 13. Очередная причуда той девочки. Доктор сильно её испортил. И из-за этого мы не можем использовать Лилит для продолжения проекта. Я думаю, мы завершим проект, использовав клона Лилит. Беспричинное смешивание с особым образцом испортит её кровь. Нужно отозвать её немедленно. Но все мы видели, как она показала себя в той битве. Чтобы воспользоваться ковчегом по имени Ева, мы не обязаны отказаться от человеческой формы. Это не больше, чем просто обряд перехода. Не, ну знаете, я даже рад, что это люди, а не плитки. И если в Евангелионе там были номера и надпись Sound Only, то уверяю вас, во Франксе были бы серийные номера и огромная надпись Похуй. Потому что именно слово Похуй идеально описывает милого во Франксе. И отвечу на немой вопрос. Это только вторая серия. Я ничего не помню о том, что произошло. Но я помню, что чувствовал. А что-то кроме эрекции? Ну и разумеется фан-сервис, ибо той сцены с полностью голой 0.2 нам было недостаточно. Благо после следует достаточно хорошая отсылка к Евангелиону. Далее нам демонстрируют то, как именно управляются те самые Франксы. В каждом есть пестик и тычинка. Пестик это чаще всего девушка, которая стоит раком, кверху жопой к тычинке, то есть к парню, и у нее прямо на жопе расположены пульты управления Франксом, что за ебаный пиздец. И да, именно в таком положении пестик находится весь бой. Это вам не одну минуту планочки постоять. Но вопрос в другом. Кто вашу мать додумался именно так расположить пилотов? Зачем вы решили так расположить пилотов? Ведь кроме фан-сервиса в этом нет никакого смысла. Бля, нам вообще похуй было. Что, простите? Похуй. Вы видели, какие дауны смотрят аниме? Ну мы нарисовали так, чтобы же пипбандри прямо перед парнем был. Ах, хули нам, творцам. Кстати говоря, пульты управления мы тоже с Евангелиона спиздили. Но зачем? А похуй как это было. И вот, то ради чего зритель и начал смотреть это аниме, а именно мехи. И видимо для авторов это убожество инженерской мысли, которое не то что ходить не может, оно в теории стоять не способно, потому что, блядь, просто посмотрите на пропорции, как эти руки могут выдержать столь тонкое крепление. Хотя я уже молчу про эти двигатели на ногах и сука каблуки. Каблуки у роботов. Что за адская вагина производит таких дегенератов? И да, по части дизайна, вот аниме, в мире которого человечество оказалось на грани вымирания, земля непригодна для жизни и каждый день существует опасность быть истребленным драконами. Бегают ярко-розовые, синие и врывиглазно-фиолетовые роботы. Хорошо, хорошо, для начала проржитесь. Понимаете, чтобы создать идеальную атмосферу в произведении, нужен талант. Для того, чтобы даже не выдержать один стиль, таланта нужно не меньше. Если вам непонятно причина моего недовольства, то просто представьте, если бы в безумном Максе катали не на ржавых тачках, а, скажем, на розовых пони, попутно вычесывая им гриву. Но что для тебя тогда меха, скажете вы? Ну, смотрите, вот это меха, вот это меха, вот это меха, а это не меха, это игрушка из детского мира, но вот уж точно не меха. Пластмассовая жопа. Вот, серьезно, пластмассовая жопа. Скажите честно, это нуждается в комментариях? Ну и потом нам кратко рассказывают, что Ичга является командиром этого отряда и, конечно же, она обладает нужными качествами, не просто так же ее выбрали. И да, как я мог забыть про уровень конфликта в данном произведении? Это ты запустил тренировочный модуль самостоятельно? Тебе очень подходит. Ведь ты же хлюпик, которого девчонка просто подвезла. Чего? Подраться хочешь? 0.2 сказала, что я летал. Именно поэтому Дарринг Инде Франксу можно считать лучшим произведением последних лет, поскольку оно покаживает жизнь так, как она есть. Так, как она есть в моем 6-м Б. Далее персонаж 0.2 начинает максимально ярко показывать свой искренне насрать на все, кроме своего милого, и потраливая Ичга по этому самому поводу. Ибо именно Ичга вызвалась, скажем так, реабилитировать Хиро как пилота. Но Хиро нужно только сироту. Потому что Онечка Луция. Ну и в ходе тренировочной битвы... Выясняется, что уроды из студии Триггер скопировали даже синхронизацию пилотов из Евангелиона. Но это я, просто тупой фанат Евы, и вам-то лучше знать. Но тем не менее, если вы думаете, что на этом все закончилось, то нет. Ибо далее они копируют сцену из The End of Evangelion. Почему остановился? Двигайся! Двигайся! Проклятие! Почему все именно так? Так, совесть, способность личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль. И таким образом мы выяснили, что совести у автора Франкса тоже нет. Тем временем, Хиро разводит Ичга на поцелуй, дескать, чтобы синхронизация была лучше. Но дело-то особо не помогает, потому что для Хиро важна только Онечка. Ну, в общем, знакомьтесь. Меха 2018 года, переосмысление Евангелиона, четвертый ребилд и Ева, которую мы заслужили. Ну, судя по словам фанатов Франкса, конечно же, которые, безусловно, смотрели Евангелиона и которым абсолютно точно больше 12. И я ни в коем случае не хочу сейчас назвать фанатов Франкса малолетними дебилами. Нет, что вы. Я понимаю, вам 12 лет, сегодня вам нравится Франкс, но вот пройдет время, будете смотреть там Алхимика, Берсерк, это пройдет. Вот если вам 18, 25, 30 лет и вам нравится Франкс, то... Вследствие того самого боя нам объясняет, что Хиро единственный из партнеров 0-2, получивший минимальные повреждения при пилотировании с ней. И, соответственно, он особенный. Нет, ты просто мудак. Ты же знаешь, что о ней говорят? Что с ней никто больше трех раз не выдержал? Так только говорят. Дружище с кем не бывает, стресс и возраст. Ну и далее начинается выяснение отношений по поводу того, достоин ли Хиро пилотировать Франкс. Мы все считали, что Хиро укажет нам путь. Но вышло-то иначе. Хиро не стал паразитом. Он уже не такой, каким был раньше. И да, настолько правдеподобная жестикуляция как нельзя лучше показывает ораторские способности героя. Ведь именно так люди и разговаривают. Тем временем следует не менее дебильный диалог с 0-2. Ты озабоченный? Да. Который заканчивается яркой демонстрацией охранной системы, а точнее полным ее отсутствием. Не, а хули нам, людям будущего? Странно, что они еще турникеты по обе стороны не поставили. Но и в результате 0-2 приводит Хиро в город. Посмотри. Этот город будто не живой. Как живой? Ну, сука, не живой, ебать! Ну и после наш браво-отряд отправляет на зачистку шахты и неонечки, а местные станции по производству ультимативной энергии, которая и притягивает тех самых драконов. Для справки, вот это и есть драконы. Дракон обнаружен. Мы на месте. Ух ты! Так он же крошечный! Которые, собственно, и дают пизды отряду солдат, которых на минуточку с момента рождения готовили к битвам с драконами. Из-за чего штаб решает прибегнуть к помощи стрелиться, и поскольку Хиро пилотировать не в состоянии, происходит это. Если Хиро не подходит, значит, придется взять меня. Хиро же с ней справился. Значит, и у меня должно получиться. Вы что, меня не слышали? Я хочу пилотировать с моим милым. Возьми Митсуру. Пожалуйста. Но, если ты настаиваешь... Только смотри, не пожалей об этом. Я справлюсь со стрелицей, которой ты управлял. Я не в теме, я не такой, я в жопу лазю рукой. И, видимо, в какой-то момент 0.2, как и зрителя, тоже затрахала подобное безосновательное выеживание Митсуру. Может, тогда повеселимся по-настоящему? А? И в результате она смогла довести парня до ручки с последующими выкриками а-ля «Она тебя сожрет, блядь!» В другой раз она меня убьет. И тебя тоже. И, казалось бы, вот она сцена, нагнетающая отношения Хира и 0.2 как смертельно опасные. Но, благо, студия Дриггер способна засирать даже малейшие проблески подобными вот моментами. Ну как? Даже не прикоснулся к завтраку. Я его съем, а то он пропадет. Ха-ха, ну типа он жирный. Да тебя просто за живое взяли. Ай, так, заткнись, а. Ну и, соответственно, Ичика как командир пытается отговорить товарища от последствующих полетов, дабы не потерять члена отряда. И при первом же отказе со стороны Хира она просто уходит. Да, персонажи тут что надо, хотя вспоминая главную героиню. Кроме моего милого меня тут ничто не держит. Ну и как после этого можно отрицать, что Онитика лучше? Хитры Франксовы, просто дебилы. Ребята из другого отряда, твои товарищи, вы заняты одним делом. Товарищи? Это кто? Ты охуела, гнида, блядь! И прямо в этом лифте нам говорят, что 0.2 очень задевает тот факт, что она не человек и за любые намеки готов буквально вцепиться в горло Аки Студент МГУ за бесплатные бульмени. Ну и дальнейшая попытка совокупления с главным героем прерывается нападением электробритвы или бычьего цепня. Выбирайте сами. Милый, похоже, время вышло. А? Ой, эти рамочки, господи, хорошо, что Кубрик не дожил. И да, битва с огромным драконом прерывается именно для того, чтобы показать, как Ромео и Джульетту будущего разлучают зубое тоталитарное государство. Ведь именно этому, блядь, и надо отдавать приоритеты в аниме-жанра меха. Постой! 0.2! Я... Я... Я боялся работать с тобой, но это... не потому, что ты не человек! Кхм, братан, между вами как бы огромный коридор между комплексами. Она тебя не слышит. Так, к слову. Мне так нравится, как Хира, буквально не зная вообще ничего про 0.2, от силы поговорив с ней тет-а-тет раза три, внезапно решает раз и навсегда, что жить он будет только ради Онечки и отдаст за нее жизнь. Ну и, естественно, решает проорать об этом на весь комплекс. Прошу, не уходи! 0.2! Твою мать! Ща! Ты чай! Бей, червы! Она избила солдат, испортила комплекс и ослушалась приказов свыше в тоталитарном государстве. И все ради одного только хира. Ну, наверное, такое ружье выстрелит как следует. Выстрел! Ну и, конечно же, после уничтожения самолета стрелиться легким движением копья убивает дракона, который, как и все остальные, умирает от чуда, так же, как и в Евангелионе. И, если честно, я не вижу ни одной видимой причины для копирования даже таких мелочей, кроме как... Короче, попросили нашего художника, типа, срисуй так же, как в Евангелионе. И, ебать, копать, он, короче, дальтоником оказался и вместо красной крови ухуйнул нам синюю. Ебать! Мы так всем офисом ржали. Ну, решили так оставить. Но зачем? Тебя ебет. И да, помните, что было в том же Евангелионе за нарушение приказов? Неподчинение приказам, попытка захвата Евы и эти детские угрозы. Все это преступные действия. Тебе есть что сказать? Что же тогда будет во Франксе, в мире которого, в отличие от Евы, господствует суровое, тоталитарное государство, которое, опять же, в отличие от Евы, выращивает детей в специальных лагерях? Что же будет за, вот, подобные выходки? Она ослушалась папы. Но, теперь ситуация изменилась. Код 016 доказал свою совместимость со стрелицией. Правильно, ничего им, блядь, не будет. Ни выговора, ни порки ремнем, даже по башке не дадут. Но они же дети. Садитесь скорее, время молитвы. И жизнь сильно не бесит и светится им... Тем временем нам рассказывают об устройстве местного инкубатора паразитов. За нас решено, когда вставать, когда мыться, во сколько ложиться спать, а одежда и еда, уже ждут на своих местах. Иными словами, попали в пятер лагерь без путевок, все и жалуются, а вот при Сталине они посидели. Почему? Так я же собираюсь тут жить. Ай, слава, блядь, богу. Но и далее, наш экспериментальный отряд встречается с другими пилотами, которые как раз таки похожи на солдат это элитарного государства, а не на ясельную сука группу. А, да, точно, это же особенный отряд, с особенным главным героем, его особенной онечкой. Да так, что угодно можно оправдать. Франкса Дрочеры недавно, они особенные. Сценарий не говно, он особенный. И режиссер не похуист, он особенный. Я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. Да, ведь, я пизду. После выясняется, что 0.2 все-таки спидозная шлюха, поскольку смогла заразить хера непонятно каким наростом. И далее следует просто блестящий диалог двух друзей, один из которых узнал о серьезной болезни товарища. Не садись в стрелеце. Это не твое дело. Ты же знаешь ведь, что помрешь. Сейчас я чувствую себя таким живым. Я должен победить. Понимаешь. Мне что, молчать? Да. Ты никому не расскажешь? Да. Какой же... Ты мудак. Твой друг, хер с ним друг. В первую очередь член твоего отряда оказывается серьезно болен. И ты, видя огромный нарост на его сердце, решаешь заткнуть свою варежку, потому что все радионечки. И срать, что он подохнет прямо на поле боя. Тупой ты кусок говна. К слову, об этом знает и штаб, поскольку в режиме реалтайма мониторит состояние пилотов, но из-за безысходности посылает его и 0-2 в бой с превосходящим по силе врагом. Кот 0-0-2. Им разрешили? Да, они участвуют. Но вдруг у другого отряда начинается истерика, в ходе которой выясняется, что в предыдущей схватке из-за 0-2 этот отряд, а конкретно его командир потерял свою партнершу, и соответственно, они не хотят воевать с ней плечом к плечу. Сука, даже у настолько блеклых и односерийных персонажей более внятная мотивация, чем у главных героев. Ну и в результате Гора, выходя на улицу из-за стонов Хира, видит, как Ичига и 0-2 уходят куда-то в лес. В ходе обсуждения опасности полета с Хира Ичига бьет 0-2 и у нее слетает та самая заколка, контролирующая саму 0-2. Да у тебя сердца нет! Правду говорят! Ты не человек! Человек, да? Тогда, может, расскажешь, кого вы вообще называете человеком? Факт мой мозг! Ебанулись мы отличненько! Не, не, ой мне, ой мне, ой мне плохо! Ну и сейчас перед лицом смертельной опасности наверняка нам покажут, как гора, который их видел, выбежит из кустов и насильно нацепит заколку обратно, чтобы спасти Ичига, которую он любит и которой дорожит. Ведь это было бы идеальное раскрытие их отношений, поскольку они и так каждый бой рискуют жизнью ради друг друга. Но нет, ибо сейчас польет дождик та самая вода с небес, о которой рассказывал ей Хира. Просто нахуй вдумайтесь. Мы не будем выделять эту 10-секундную сцену раскрытию второстепенных персонажей. Мы уделим эту сцену раскрытиям Хира и 0.2, которые и без этого занимают большую часть хронометража. Вот скажите, 10 секунд, я многого прошу, что ли? Я уже даже молчу про самих мех, которые здесь, видимо, для галочки на фоне стоят. Ну, удели ты, сука, 10 секунд второстепенным персонажам. Ну нет, есть же Онечка. Ну и после Ичига, как ни в чем не бывало, возвращается в дом и начинает ныть о своей неспособности помочь Хира. Командир, которого мы заслужили. Ну, после генерала Власова, само собой. После этой бесспорно убогой сцены наши пилоты начинают готовиться к опасному бою с получищем драконов. Где Хира? Еще там. Ну и встречая Хира, Ичига говорит заветное После нам показывают, как именно Франкса выпускают за пределы плантации. И вот честно, ничего не хочу сказать, но по-моему, на мой сугубо личный взгляд, чувакам из Студии Триггер к этой серии стало настолько похуй, что они уже просто решают перерисовать кадры из оригинальной Евы. Не верите? Смотрите сами. Убрать рамы безопасности. Убрать рамы безопасности. Как можно скорее убрать рамы безопасности. Начинаем декомпрессию бустеров. Франкс готовы к пуску. Другая форма объекта бета не обрадует. Ну и конечно же стрелиться. Господи, с каждым разом убеждаюсь в том, какой же все-таки имбецил рисовал этих роботов. При таких плечах и толщине рук этот Франкс сам себя разнесет, даже не успев подойти к полю боя. Зачем нам мехи, как в Евангелионе, которые хотя бы функции свои выполнять могли. У нас затравят жопами и сиськами, которые крупным планом еще и бьются друг об друга. Ну и по ходу боя этот кубик-рубик с рогами превращается в огромного плюшевого 3D-мишку. И пока я не забыл, продемонстрирую вам это. Что это было? Это, дамы и господа, спизженный саундтрек из фильма Тихоокеанский рубеж. Вот это еще додуматься! Надо было копировать голливудскую жвачку! И на этом копирование рубежа уж, поверьте, не закончится. Но об этом потом, ибо впереди важный бой, по ходу которого нам показывают яркий контраст между командами. Одни собраны и сосредоточены на тактике взаимопомощи, а вторые скажем спасибо, что живые. И вроде как все хорошо, вы показываете разницу между командами. Но тогда вопрос, а нахуя было показывать несколько серий выпендреж на тему того, какие они уберпилоты и последняя надежда человечества, если с их задачами даже рандомный отряд лучше справляется. Ты что, отцу нож вперед клефаем подаешь, а? Привычка змеевого! К слову, автором Франкса за 6 серий стало настолько похуй, что они без того дерьмовую рисовку сумели сделать еще хуже и несмотребельнее. Да-да, рисовку в проекте, над которым работало 2 студии. 2, мать его, студии. Достаточно просто сравнить рисовку в мехе 95-го года и рисовку в мехе от двух студий 2018-го года. Понимаете, Франкс это тест на имбецилла, который мы все дружно просрали, потому что тот, в свою очередь, стал самым обсуждаемым проектом 2018-го года, если не последних 3-х лет. И почему-то никто не стал поднимать вопрос, а-ля почему 2 студии позволяют себе настолько наглый плагиат. Кроме пары видосов и статей, никто вообще не придал этому значения. Если вы всерьез, после всего перечисленного не верите в плагиат Евангелиона, то позвольте вам показать вот эту замечательную сцену. Не верите? Ну давайте посмотрим еще. Это просто художественные доработки. Не наглый обман зрителей через плагиат другого произведения, а доработки. И причем этот плагиат прослеживается даже в эндинге, который подозрительно похож на эндинг из Кейона. Серьезно? Не, ну пошли бы дальше, сделали бы эндинг как в Еве. Но, к сожалению, пройди через ваши руки, он будет выглядеть как-то так. За тонной плагиата авторы так и не заметили, что копирование чего-то хорошего не равно созданию чего-то хорошего. Но, отвлекаясь от оригинального художественного произведения, также хочется задать вопрос. Вот нам показывают сцену истерики Ичига, командира спецотряда, которая в слезах и соплях отказывается пилотировать Франкс из-за вероятной смерти Хира. Вследствие чего на командира отряда начинает орать и успокаивать обычный пилот. Какого хера ее вообще выбрали командиром? По каким, блять, критериям проводился отбор? Слушай, а че там с той поехавшей? Так она в стационаре, у нее психоз. А давай ее сделаем командиром, лоу. Да что с тобой не так? Ну и, конечно же, отвратительнейший фан-сервис. Вот нам показывают сцену, где Хира почти при смерти, а 0-2 потеряла рассудок и пытается вырваться из капсулы. И, конечно же, огромная жопа Онечки на треть кадра как нельзя лучше дополняет эту сцену. Как инь и ебать его в рот янь. Но вдруг неожиданно Хира возвращается в норму. Срисованные с Евангелиона вены пропадают и стрелится, пронзая 3D-модельку, у которой позже из живота вырастают крылья. Крылья, Карл? Чтобы вы понимали, этого не объяснят за весь сериал. Это ружье не выстрелит. Более подобные крылья ни у кого из драконов не появятся. Иными словами, этот плагиат не имеет никакого смысла. Они просто говорят Смотрите, как нам похуй! Смотрите, как мы можем открыто копировать чужой проект и нам за это ничего не будет. Наглость достигла своего апогея. Дальше уже просто некуда. Любую другую студию за подобное количество плагиата, да лишь за эту серию, растерзали бы, как шаудивую псину. Но не студию, Триггер. Почему? Задайте этот вопрос тем сотням обзорщикам, которые с пеной у рта доказывали, что это шедевр. Продолжим. Далее следует практически полностью бесполезная серия, где как бы должны раскрываться отношения между пилотами. Да вот кроме фан-сервиса и криков в сиськи обсуждений а вы сосались с 0.2? Ну и прочих вопросов из разряда. Ничего по сути в себе не несет. Но тут кто-то воскликнет, мол, это не фан-сервис, это глубокий анализ бупертатного периода. Вы просто тупые детственники нихуя не понимаете? Это жизнь! Да-да-да-да-да, продолжайте нести хуйню, пытаясь отрицать тот факт, что вы жрете говно. Потому что в этом всегда виноват кто угодно, но только не вы. Тем временем наш отряд находит заброшенный город, в котором когда-то жили люди. И Кокора там случайно находит книгу по вынашиванию младенца? Удобно, что он оказалось именно там. Ну, наверное, в дальнейшем это как-то выстрелит, учитывая реалии этого мира, где детей выращивают в пробирках, чтобы использовать их в боях. в боях под них и рэпчик. В течение битвы дракон испражняется на франксов, и его кислотное выделение вот так просто просачивается в охуительно защищенные кабины пилотов. Для чего нужна такая тупость? А для того, чтобы его кислота внимание, разъела костюм пестиков, при этом никак не разъедая их кожу, при том, что они этого даже не почувствовали, и все для того, чтобы на весь кадр, серьезно, во весь кадр показать жопу 0.2 и остальных девушек, которые до поры до времени даже не догадывались об этом. Сука, режиссер, ты в своем уме! Мы еще очко хотели такое прям наливное показать, но потом передумали. Господи, зачем? В чем жопа расплавленная, ну? Какой вы там смысл? В жопу смысл, а в жопе смысл. Вы в своем уме? Это анализ бупертатного периода, мост-то включая, ебаная. Ну и потом начинается просто адовый пиздец уровня. Мне 0.2 рассказывала, что паразитам даже полезно. Быть немножко озабоченными. И всю серию начинаются разборки уровня 13-летних детей в пионерлагере. А, да, точно, забыл. Будем жить отдельно от парней. Вам на эту сторону нельзя. Так им и надо. Что хотим, то на своей половине и делаем. Драма, понимаете, серьезный смысл. Да вам опущенкам такое даже и не снилось. Ну и дети начинают выяснять отношения, делить территорию, в общем, все как... Куда я домой придел, а? Как куда? К себе домой. По какому такому вопросу воинственному? В то же время конфликт начинает набирать обороты. Также нам показывают пахуизм авторов даже на условиях в своем мире. Надписи то на английском, то на японском. Да кто-то вообще волнует. Вот, зацените, какие у нас конфликты персонажей. И поймите, была бы это повседневность, вопросов бы не было. Была бы это комедия, вопросов бы не было. Но это, сука, меха, драма и романтика. И ничего из перечисленного тут попросту нет. И именно это в очередной раз доказывает, что ребята из студии Триггер ушли из Гайнакс не напрасно. Для справки, в 2011 году несколько сотрудников Гайнакс ушли из студии и основали свою под названием Триггер. И ушли не зря, потому что первая же попытка в серьезное драматичное произведение выявила, что авторы попросту не способны выходить за рамки комедийной повседневности, которую и клепали поначалу. Возможно, они это осознавали и поэтому начали копировать Евангелион кадр сука в кадр, надеясь на то, что схавают под соусом глубокого смысла. Жизнь, смерть есть, смерть. Иногда пингвин кажется бабочкой. Нихуя он умный. Тем временем 0.2 обманывает парней, дабы те зашли в ванную, пока там моются их партнерши. Позорники, извращенцы, озабоченные. И все для того, чтобы понять, мол, как люди ссорятся. Ну и, конечно же, авторы не забыли про паркур. Что это вообще было? Паркур это сила и мы всех порвем и мы прыгаем обычно втроем. И как результат Вы все паразиты. Унечка начинает затирать за радости жизни, что они ссорятся напрасно. Все, в общем-то, на позитивных тонах, но потом Не откладывайте на потом. А то долго не проживете. Вот к чему это тут? Ха, надо беспричинно очернять образы, чтобы казалось, будто в нашем произведении есть смысл. Нихуя я философ. В это же время обе части отряда понимают, что нельзя, ну нельзя, так мы же команда. Но внезапно Мику отказывается от примирения и убегает в другое крыло, где некогда жил другой отряд. И в ходе скорого разговора выясняется, что они погибли в бою и от нового отряда это скрывали. И неужели в восьмой серии наконец-то появилось напряжение, ведь ребята все еще зеленые и само понятие смерти для них чуждо. Тем более накладывается факт того, что смерть предыдущего отряда скрывали. Ну, скажем, но что бы вы думали, ровно через минуту ребята говорят а давайте помиримся и с нами такого не произойдет. Ребята, давайте помиримся. Саспенс, напряжение, господи, дураки, зачем вы это пихаете? Мяхи-то это про другое, это про анализ бупертатного периода. Я виноват, прости, я, но, постараюсь больше на тебя не пялиться. У тебя не получится, потому что я слишком красивая. Че? Че за... Вчера дождь, сегодня солнце. Интересно, что будет завтра? Это налет! Как оказалось, местный совет Зелли это еще и Дед Мороз, который раз в год дарит своим паразитам подарки. Дарит всем, кроме Онечки. Одним словом, ублюдки! И пока Хира дарил 0.2 зеркало, нам показывают флэшбэк, в котором Гора, будучи ребенком, хотел подарить заколку Ичига, но не успел, ибо это сделал Хира. И спустя столько времени Гора таки говорит Хира о своей безответной любви к Ичига, и что она все это время питала чувства к нему. Ах, если бы, ах, если бы Мехи в 2018 году были сука про Меха, а не про разборки подростков. И поймите правильно, да, в Еве тоже много времени уделялось персонажам, но Мехи там все еще составляли огромный процент хронометража. В отличие от ебаного Франкса, где нет ни мех, ни персонажей, а потому что нахуя они нужны, если есть фансервис? Еще более отбитые фанаты Франкса, если вы понимаете, о ком я всерьез утверждали, что, мол, тот бесконечный фансервис в первых сериях это чтобы быдло отселось, и лишь элита смогла бы понять глубинный смысл данного творения. И вообще это не фансервис, анализ бупертатного периода. Хотя, знаете, вспоминая про то, что они называют мехами, а именно говорящими фиксиками с обвесами на руках, уж уж смотреть, как конечка прыгает на член главного героя все 24 серии. Ах, да, ссыка, сюрприз, именно так все и есть. Эй, бать, мы знали, на что шли, вы этикдотиков видели? Они все что угодно оправдают, что это анализ бупертатного периода, что там, блин, глубинный смысл. Так это же ваши тезисы. Эммм... Как следствие, наш отряд отправляет в бой с драконом, способным выделять некое взрывчатое вещество. И по ходу боя Франкс, Горы и Ичига оказывается в ловушке, но Гора успевает спасти любимую ценой своей жизни. И все вроде бы хорошо, если бы не одно маленькое, но... что-то будет. Я убежала. Ребята, бегите! Мисата, что это? Мисата, Аска, Айянами, где прикрытие? Мисата, Мисата! Ты только не волнуйся. Ты остался внутри дракона. Давай не тратить энергию. Перейду в безопасный режим. Это значит... Внутренний запас энергии ограничен. Но если Синди не будет тратить ее на беспорядочные движения, а переведет Еву в режим поддержки жизнеобеспечения, он сможет продержаться еще 16 часов. Волноваться не о чем. Система жизнеобеспечения запустилась от резервного питания. Прошло 12 часов с тех пор, как я включил режим поддержки жизнеобеспечения. Мне осталось жить еще только 4 или 5 часов. Снаружи вода. Я говорил с ребятами примерно полчаса назад. Что мне остается делать? Когда она отрубится, он умрет. Тут становится грязно. Отказывает система очистки. Этот вкус... Вкус крови! Ненавижу! Ненавижу это место! Как отсюда выбраться? Откройте! Выпустите меня! А если... Мы не справимся? Тогда огонь откроет плантации. Это единственное, что мы можем предпринять. Одновременно сбросить все оставшиеся 992 Н2-бомбы в центр тени. И в то же время активировать эти поля двух оставшихся Евангелионов. Дракон будет расходовать топливо и защищать себя взрывами. Под плотным обстрелом у вас появится шанс уничтожить ядро. Чтобы проникнуть в мнимое пространство всего на одну миллисекунду. Я видела отверстие. Думаю, в него мог бы пролезть один человек. В этот момент мы сконцентрируем достаточно энергии, чтобы уничтожить и ангела, и море Дирака. Вы же убьете Горо вместе с ним. В худшем случае так и будет. Но Ева же не что будет с Синзи. Да как ты можешь? В такой ситуации мы не можем принимать во внимание состояние пилота. Отказали системы обогрева и обеспечения циркуляции кислорода. Холодно. Бесполезно. Костюм больше не выдержит. Как я устал. От всего. Вот она! Отлично! Да-да, на девятой серии автор уже не стесняется пиздит целой серии из Евангелиона. Вот авторы, вы думаете, это охуительно смешно? И далее Горо пытается подорваться и уничтожить дракона ценой своей жизни. И, естественно, Ичига успевает забраться внутрь дракона и активировать Франкс. Все спасены, дракон уничтожен и Горо признается в любви к Ичига. Похоже, я тебя люблю. Что? Бля, половые отношения... Но в течение очередной драки с Зелли, простите, папы, сходится во мнении, что отряд слишком слаженно выполняет свои функции. Да-да, тот самый отряд, который сели назад под ногами, мешался внезапно оказывается лучше всех. Но к чему столь идиотское переобувание, спросите вы? А для того, чтобы именно этот отряд вместе с 0-2 отправили в великое ущелье, а именно в логово драконов. Но в таком случае у зрителей появляется резонный вопрос, мол, раз уж это такой особенный отряд солдат, некоторые из которых держат планку весь бой, которые также работают исключительно в интересах тоталитарного государства и выполняют самую важную задачу для всего человечества, а именно его защиту? Почему нам за весь сериал показывают лишь одну тренировку в роботах? Вы преподносите пилотов как убер-солдат, ну так может вы выделите по минуте с каждой второй серии на демонстрацию тренировок этой надежды человечества? Ах, да, точно, приоритеты студии Триггер не позволяют так пусто терять время, потому что за эту минуту можно еще раз показать жопу робота или пилота или всех разом. И в ходе этой же сцены выясняется, что у этого аналога зелья также есть какой-то тайный план, цели которого можно достигнуть благодаря стрелиться и 0.2. Долг 13-го отряда доставить сюда код 0.02. Значит, план уже приведен в действие? Он был создан, чтобы следовать нашему сценарию. Мы не будем рассчитывать на дама или ангелов. Мы сами должны войти в будущее. Евангелию 0.1 Исполни свой долг. Также для поднятия боевого духа команды их награждают за военные заслуги и даже впускают в город, где живут остатки или же, лучше сказать, останки человечества и по ходу прогулки. Опа! Ну вы знаете эти отряды спецназначения. Ванюша, ты где? Тебе в робота пора. Потому что если ты не сядешь в ёбаного робота, ты сядешь на эту бут... Дзуромы теряет сознание и впервые знакомится с теми самыми таинственными людьми будущего, которые изобрели Капсулу для дрочки Ион Маск В ходе длительного диалога выясняется, что люди будущего лишили себя половины всех излишеств, в том числе и социальной активности, ибо при первом же длительном диалоге человек будущего теряет сознание. В общем, идеальный мир представлений хиканов, но ближе к концу беседы нам оставляет крючок истории, ибо Дзуромы эта женщина кажется знакомой, и тут-то зритель мог бы подумать, мол, а что если авторы выйдут на то, мол, злое тоталитарное государство отбирало детей из семей и тренировало их для войны с драконами, и на самом деле Дзуромы сейчас случайно встретил своего родственника или что-то в этом духе, ибо эта сцена символизма просто идеальное ружье, которое может выстрелить в конце. Не так ли? Нет. Это никак себе не проявит и никак не выстрелит в конце. Иными словами, эта слезливая сцена символизма попросту не нужна. Она бесполезна. Тем временем Дзуромы доставляют обратно, он получает свое наказание и все счастливы. И знаете, обычно авторы берутся за любую возможность как-то выстрелить в конце сцены изначало, но не автор Франкса. Ну и середина сериала авторы внедряют столь нужный для сюжета конфликт Хиро и Митсуру. Суть проста. Поскольку Хиро благодаря своему таланту переводить номера в слова, точнее придумывать имена всем остальным детям, им начали восхищаться все, в том числе и Митсуру. Но в ходе выясняется, что у второго недостаток желтых тел в организме, без которых невозможно управлять Франксом. Но Митсуру так сильно хотел пилотировать Франкс вместе с его обожаемым Хиро, что решился восполнить запасы моча желтых тел через смертельно опасную операцию. Но после удачной операции Хиро даже не вспоминает про его обещание пилотировать Франкс вместе с Митсуру. И спустя столько лет Митсуру становится максимально нелюдимым и перестает доверять кому бы то ни было. А Хиро в его глазах является олицетворением всего зла на земле и отношение к нему с восторганием сменяется на Расстрелять! Расстрелять! Повесить! Так, стоп. Этот конфликт вообще не имеет смысла. Начнем по порядку. Тоталитарное государство предоставляет девятилетним детям выбор, мол, идти на смертельно опасную операцию или не идти. И в случае второго варианта ребенок попросту не сможет управлять Франксом. Окей. Опустим то, что девятилетний ребенок априори не может логически подойти к вопросу выбора. Но государство-то что? К этому добавляется еще то, что в конце сериала выясняется, мол, детей, не способных пилотировать Франкс, попросту замораживали. Тогда вопрос, а зачем вообще это делать, если можно всех поголовно отправлять на эти самые операции? Какой смысл их, блять, хранить как рыбу в морозилке? Но на этом тупость не заканчивается. Хиро дал обещание пилотировать Франкс вместе с Митсуру. Но как потом выяснится, первому стерли память и он не выполнил обещание, тем самым подставив Митсуру под удар смерти. Но, сука, позднее в сериале говорится, что Франкс может управляться исключительно разнополыми парами. И что Хиро, что Митсуру, все пилоты об этом знают и даже при желании выполнить обещание у них бы это не вышло. Авторы, вы вообще свой сценарий-то читали? А, ебать, мы там проебались немножечко по сценарию. Дело в том, что я в эту страницу случайно смачно так смаркнулся. Вы что, вы смаркивались Но на этом идиотские внедрения сюжетных линий не заканчиваются. Суть новой такова. Кокоро, некогда испытывающая чувства к футоши, находит книгу о воспитании младенца и вычитывает всякое от физиологических особенностей обоих родителей до самого процесса зачатия. И вот уже и резко начинают нравиться мальчики покрасивее, стройнее и посему при первой же удобной возможности, а именно Кто хочет попробовать сменить партнера? Она решает максимально сблизиться с Митсуру после неоднократных встреч в саду. Но тут есть одна загвоздка. А ты могла бы пообещать, что навсегда останешься моей партнершей? Ага. Хорошо. Обещаю. Разрешите мне соединиться с Митсуру? В смысле? Кокоро? Ты же обещала. Красти, футоши. Шлюха! Шлюха! О, шлюха! О, шлюха! И конечно же у футоши и Митсуру на этой почве возникает конфликт. Тебе не понять, что я чувствую! Если ты дерьмо не бросишь, то дерьмо тебя бросит. Но и после в течение боя Митсуру не справляется с управлением, ибо не научился доверять другим людям. И только после того, как Кокоро входит в режим Берсеркера, Митсуру неожиданно понимает, что надо доверять другим. И конечно же по итогу влюбляется в Кокоро и обещает защищать ее. Это прекрасно! Это прекрасно! Вот это любовь! Так, стоп! А напомните мне, на чем строится та самая любовь? А, да! На сраной книжке, найденной в заброшенном городе. То есть эту любовь оправдали не определенными характеристиками персонажей, не знаковыми событиями, которые бы их сближали, а сраной книжкой с инструкцией по перепихону. А что, если бы она нашла не Камасутру, а скажем, поваренную книгу анархиста? А, ну и разумеется, то посмешище заслуживает Оскар за самый хуевый монтаж. И если вы не поняли, то это просто статичный кадр, увеличенный для большей динамики, который даже не стали прорисовывать, из-за чего даже в Full HD эта сцена выглядит просто-напросто убого. Но возникает вопрос, как авторы смогли не заметить, что эта сцена похожа на видосик в 360p, снятый на видеорегистратор? Запомните, авторы Франкса никогда не обсираются, просто таким образом они отсеивают быдло, вроде нас. Нет здесь ничего с картинками. Вот с картинками, держи. Ты чё, ебанутый? Тем временем, наш отряд отправляет в лабораторию для обследования перед самым важным боем, где те встречают девятый отряд, в котором раньше была 0-2. И этот отряд, как выяснится позднее, самый сильный и мразотный из тех, поскольку выведен по образу и подобию 0-2. Мне казалось, что никакой обычный отряд с ней не сладит. Как вы ее вообще приручили? Да как два пальца. В ходе этой серии наиболее ярко показывается очернение персонажа 0-2. Как и почему она столь резко меняет характер, нам, конечно же, не объясняют месячный или переходный возраст, решайте сами. Уберите руки! Не подходи! Неправильная реакция! Хватит, упрямится! Правильная реакция! Маленький подонок! Я запомню, как тебя зовут! Твоя жопа в моих руках! Ты не будешь смеяться! Ты не будешь плакать! Тем временем нам показывают флэшбэк Хира, в котором он на парус Ичига читает золотую ветвь. Ну и как после этого можно отрицать глубинный смысл произведения? Посмотрите на эти блестящие отсылки! Чтобы вы понимали, Золотая ветвь это та самая книга, в которой в красках описывались ритуалы разных религий по типу доведения себя до возбуждения и отрезания части тел, которые бросались в статую богини, а также жертвоприношений и пыток еретиков. И именно эта книга находится в полном доступе для девятилетних детей в местной библиотеке. А ссылочки, конечно, на уровне. Вы бы еще божественную комедию в общественный сральник засунули. Не, ну а че? Просвещаемся, ёпта! Позднее один из девятых рассказывает Ичига всю правду про 0.2 и что она на самом деле крайне опасный монстр, высасывающий жизненные силы из партнеров, но лишь Хира может кое-как обуздать ее мощь. Так, стоп. Он неубиваемый, уникальный благодаря особому коду солдат будущего, который может сдерживать невероятно сильного демона внутри 0.2. Ну, судя по описанию, Хира должен как минимум выглядеть так. Его опалили угли Армагеддона. Душа его была обыщена пламенем ада. Ну, вы видели, вы видели? У Ашара Ибаная то ли делал нас. Далее нам коротко рассказывают, что дикая охота, а точнее драконы, стали все ближе подбираться к саду, в котором выращивают пилотов. И самое классное, что оказывается драконы из-за климата не могут находиться на заснеженных территориях. Но тогда позвольте небольшой вопрос, рушащий чуть ли не весь ваш сюжет. Если драконы не могут находиться в подобном климате и такое случается в первый раз, так нахуя все эти плантации колесят по пустыне вместо того, чтобы находиться на заснеженных территориях и оставить заводы на охрану франксам и получать магматическое топливо без всякой угрозы жизни всего населения плантации. Сценаристы, вы же понимаете, что этим уточнением вы просто засрали весь сюжет. А, точно, быдло, наверное, отсеивается. Как следствие очернения персонажа 02, она начинает зверить и рвать плохую рисовку на части, после чего ее крыша начинает ехать капитально. Но и эта сцена... Не важно, откуда ты взялась. Не важно, что у тебя клыки и рожки. Заткнись, хватит! Ты мне нравишься и такой! Но и эта сцена, конечно же, заслужила бы второй Оскар за самую боговую рисовку и анимацию. Благо, диалоги из разряда «Я тебя сейчас так выебу!» Любишь? Да неужели? Ты чего? Ты же этого хотел? Я тебя не только поцелуем научу, а дайся мне целиком. Не понижают планку бездарности. Ты же! Просто мой корм! Ты просто моя кукла! Позднее выясняется, что от того космического сифилиса Хира вскоре перестанет быть человеком, как и 0-2, которая начинает по приколу «Не покатывай меня!» Крошить все подряд и ей за это ничего не будет. И за то, что она чуть не убила своих союзников, ей ничего не будет. И за то, что разнесла пола Меллы, ей ничего не будет. Это других там замораживают и отправляют нахуй с плантации. Это другие живут по реалиям тоталитарного мира. Но в случае Онечки тоталитарный мир живет под ее правилами. И пусть, я бы, может, тоже согласился под ней жить. Ах, если бы. И да, в этой сцене была также срисована Рей из конца Евангелиона и удушение Аски. Ну, в общем, все по законам оригинальных продуктов. Ну и потом нам раскрывают самый главный твист этого произведения. Наконец-то дождались. Флэшбэк начинается с воспоминаний 02, где она, будучи еще ребенком, уже прибита цепью к стене и которую изредка приходит проведать антиспиральщик из Гурнолагана. Позднее второй дарит этому существу некую сказку про любовь, которая и стала самой важной для нее вещью. Но об этом потом, ибо далее через призму манифеста коммунистической партии нам раскрывают, как государство выращивает уберсолдат. Также нам говорят, что номера с 10 по 19 самые уникальные и конечно же Хиро один из них. Не, мы вообще хотели его сначала Иисусом сделать, а потом подумали, ну у нас же и так есть 02, правильно? После нам рассказывают предысторию отношений Хиро и Ичига, которая строится на том, что Хиро дал ей имя все. Тебя будут звать? Шокер Фейс! На этом строится вся их линия. Именно из-за этого она готова рискнуть жизнью ради него. Именно из-за этого она устраивает истерики, если ему грозит опасность. Вот сука из-за этого. Знаете, что я чувствовал впервые, посмотрев Франкс? Боль. Дети продолжали пропадать, Хиро продолжал тренироваться, а 02, а 02 проверял на себе разновидности лазерных указок. И казалось бы, как можно свести этих героев, если Хиро всегда находится под надзором, а 02 пытает в лаборатории, вход в который строго воспрещен. Он просто поворачивает в другую сторону коридора, видит через огромное окно, как пытают 02, а потом высвобождает ее, разбив окно защищенного комплекса. Отойди от окна! А после убегает вместе с Онечкой из защищенного объекта в лес зимой. Гениально! Окей, начнем по порядку. Вы на протяжении нескольких дней проводили зверские опыты над головой Лоли на виду у всего комплекса? Да с другого конца коридора можно было бы все это увидеть, где каждый божий день проходят сотни детей. А вы даже сраными занавесками не прикрылись. И напомните, какой гений придумал в лабораториях ставить огромные, почти панорамные окна? Неа, а че? Радиолузов видимо ставили. Ай, блядь, даже когда он это все увидел, его просто увели обратно в корпус, сука! Но это еще не конец. Ребенок 9 лет легким замахом неизвестно откуда взятого прожектора пробивает окно одного из самых важных и строго охраняемых объектов, где выращивают сука солдат. И после он спокойно покидает территорию зимой, сука, в минусовую температуру вместе с 02. Сценаристы, блядь! Не, сценарист у нас Доди, конечно, он там че-то даже вскрыться пытался, ну, видимо, думает, что мысли о суициде приблизят его кида океану. Ваш сотрудник пытался покончить с собой? Будем честны, после той хуйни, что он написал, я бы и сам скрылся. И, конечно же, на этом логическом пиздеце и строятся все отношения Хира и 02. Именно этим побегом оправдывают то, что она на него в начале сериала голышом прыгает, буквально присасывается как пиявка и бегает за ним как собачонка, а потом чуть ли не трахает. Вот этим вот. Он выкрал 002. Будет упираться, убей. Итак, солдаты, наша цель невероятно опасна и может дать сопротивление. Какое? Они могут обосраться в штаны. А, гаджа! Пиздец. Без шуток, по сюжету Хира укладывают прикладом, а после им с 02 стирают память, чтобы они больше не вспомнили о своем обещании свадьбы и, соответственно, не представляли угрозы. Но любовь оказалась сильнее и 02 все это время помнила, помнила о своем биллом, которым оказался Хира. Да я люблю тебя! И у зрителя мог возникнуть вопрос, мол, почему 02 просто не сказала Хира правду, ибо ей удалось восстановить память. Или была какая-то причина это скрывать из ровного места кидаться на него с криками «Ты мой милый!» и не отходить ни на метр. А сюрприз она не знала. А она не знала, что он тот самый мальчик. Понимаете, это не я, ебанутый, все именно так и есть! Ты правда тот самый? Тогда я... Я... все это время... В таком случае весь сегмент этой серии практически бесполезен, ведь он не объясняет, зачем, например, 02 на ровном месте решила чуть ли не в том пруду отдаться своему милому и пилотировать только с ним. Ибо, как позднее выяснится, партнеров ей подбирало как раз-таки государство, и это был первый подобный случай признания пилота в ком-то другом. Тихо-тихо! Слышите? Быду отсеивается. И, конечно же, Хиро теряет сознание. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! А 02 в отместку начинает ненавидеть весь отряд. Ну и Ичига, конечно же, не упускает возможности на публику рассказать, кем именно является 02. Ну и, разумеется, охуительно написанные диалоги как нельзя лучше помогают восприятию. Сначала я не смогла тебя принять, но мы придерлись друг к другу. Я думала, мы одна команда! Команда? Да плевала я на это. Думай обо мне, что хочешь. Но! Хиро, я тебя не подпущу! Не смесь! Если кто-нибудь из вас до нее дотронется, я ножками в глаза тыкну! Как следствие, 02 выгоняет из отряда, но не из-за истерики Ичига, а из-за недиспособности в бою. Хиро отказывается выпускать из палаты, а у 02 начинается истерика. Ну и как же без моих любимых монологов? Однажды я уже умер, но повстречал 02. Получилось! Я лечу! Я должен ее спросить. Я должен узнать правду. Знаете, я еще могу понять, что вследствие приемов некоторых веществ сценарист не смог написать цельные диалоги. Но тут-то что? Это, блять, монолог. Одна мысль, проговариваемая закадровым голосом. Как можно было даже тут обосраться? Мои ноги очень хорошо и Дэнди. Я прошу исключить 02 из нашего отряда перед этой операцией. Наш отряд откажется участвовать. А вас вообще хоть кто-то спрашивает? Хотите вы воевать? Не хотите? У вас есть задание? Это так охуительно, когда ты в начале сериала наглядно показываешь суровый тоталитарный мир, в котором все поголовно и безоговорочно подчиняются власти. А потом показываешь, что оказывается пилоты могут спокойно портить военные имущества, ссылать нахуй старших по званию и ставить свои условия действий. То самое чувство, когда авторы захотели развернуть маленький СССР в своем детском садике. Подозреваешь, что именно так и получился, Франкс. Необходимость их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом населении. Извини, но в палату ты не пройдешь. Тем временем истерика 02 доходит до стадии сначала бей, потом извиняйся, ну и после пиздюлей отряд соглашается впустить 02 в палату Хиро, но с условием, что все будет происходить на их глазах. И да, за это время Хиро успел сбежать. Ведь все ради одички. 02, это я. Это мой личный и я не буду обманывать. Бич! Поглядите. Ну дает. Вы меня обманули. Ты не поняла. Хиро, наверняка к тебе пошел. Заткнись! Это охуенно, вот просто охуенно. Блять, прямо перед тобой висит самодельный канат. Ху с ним, ты его не увидела, но прямо перед тобой стоит целый отряд, который вслух говорит о побеге Хиро. Шука. Ну и вишенкой на торте становится избиение всего отряда Онечкой, после чего Хиро приходит в голову гениальная идея, а именно... Ты стала чудовищем! Ты не человек! Ой, блядь! То есть, зная, насколько это глубокая травма для нее и учитывая накаляющуюся до предела ситуацию, ты, самый близкий для нее человек, называешь ее монстром? Я в норме. Я в норме. Хотя какая тут нахуй норма? И, конечно же, 0.2 за избиение всего отряда ничего не будет и посему она покидает Амелу. Сопли Хиро буквально описывает фанатов, которые будут защищать Франкс в комментариях к обзору, ну и Ичига в попытках любыми силами удержать Хиро до отъезда 0.2 целует его, тем самым признаваясь в своих чувствах. И эта сцена подвергалась такой критике, такой истерике по абсолютно неясной причине, ибо эта сцена из разряда все карты на стол. Иными словами, Ичига решила пойти на все, лишь бы уберечь Хиро от дальнейших полетов с 0.2, за что ее буквально признавали худшей девочкой, но почему-то следующие несколько фраз критики не подвергались. Ради тебя я на все готова. Ты для меня все. А все просто потому, что он дал ей имя. Лучше б ты ей наквыка дал. Вы объединитесь четырьмя другими отрядами и вместе пойдете на штурм шестой волной. А что находится в этом великом ущелье? Черная стена. Эй, не смейте ломать мою стену, глупые монголы. Убирайтесь отсюда, гребанные монголы. Суть такова. Зелия, простите, папы, отправляет все существующие отряды на захват великого ущелья, что является одной из самых важных стратегических точек и соответственно... Это главная битва человечества. А как же битва за любовь? В главных рядах у нас, конечно же, 0.2, но уже без Хиро, поскольку в предыдущей серии... Так будет лучше, Хиро. Ребята, вы только вернитесь. Да не стоит так переживать. Чего? Все с нами будет хорошо. Мы мигом перебьем их и назад. Но впереди важный бой и в ходе драки, скажем, прямо крайне хуево поставленной драки, я вас всех поимею, вашу мать поимею, бабушку поимею, прекратите мою стену ломать. Да уж, такой кучи я не ждал. Братан, как же я тебя понимаю? Выясняется, что в том самом великом ущелье находилось не что иное, как дракона Титаник? И вы не поверите, но перед этим самым боем они подвезли три плантации прямо к логову драконов, буквально в упор. И, соответственно, дракона Титаник запросто таранит несколько из них. И ноннэм отряду отдают приказ сдетонировать прямо перед этим самым драконом. И все бы хорошо, отряд жертвует собой во спасение тринадцатой плантации, но... Нахуя вы нам тогда несколько сели назад показывали возможность катапультирования из Франкса. В таком случае эти жертвы попросту не имеют смысла. Почему они не могли хотя бы спасти своих партнерш, если просто стояли на месте? Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Но, естественно, это тупорылое самоубийство ничего не приносит. И дракон и Титаник таранит тринадцатый город, где находится Хиро. И пока стрелится в яростных порывах пытается дать отпор драконам, доктор Франкс... Тебе не кажется, что она красивее людей? Очень гордая, настоящая и такая одинокая. Бедная малышка. А, то есть после тех нечеловечно жестоких пыток тебе ее внезапно стало жаль. Удобно. Ну и, конечно же, любовь оказывается сильнее, и Хиро вырывается на тренировочном роботе во рту драконов, что заканчивается понятное дело чем. Ну и после лобового удара любовь оказывается сильнее, и Хиро в очередной раз говорит, что Онечка для него это вся его жизнь. Без тебя, без тебя я не проживу! 0-2, сука, это моя жизнь, блядь! 0-2! Игора помогает Хиро добраться до Стрелицей путем пилотирования его же Франкса, и тут он нам впервые рассказывает, что при синхронизации с Франксом пилоты также обмениваются своими воспоминаниями. Милый, что это? Все просто хочешь со мной пилотировать? Его воспоминания? Не поздно отказаться. Хватит! Не надо! И стоит отдать должное, что они хотя бы это не стали копировать из Евы. Потому что это не спиздили с Тихоокеанского рубежа? Серьезно, блядь, ладно, вы еще саундтрек спиздили, но копировать дрифт пилотов из голливудской жвачки? Запуск нейросинхронизации. Дрифт. Через воспоминания разум двух пилотов сливается воедино с телом огромной машины. Чем прочнее связь, тем эффективнее сражаешься. Нет, к черту, он слишком далеко зашел. Убей его. Ну и Ичига понимает, что Хиро никогда не будет с ней, ибо он думает только о Зироту. Далее она доставляет его дострелиться, и... Это что, блядь, волосы у робота? Далее следует очередной флэшбэк, который вызывает только больше вопросов а-ля какого хрена она внезапно превратилась из красного чертика в практически обычного человека? Изменился оттен на крови, цвет кожи, размер рожек, и этого не объясняют вообще. Эх, шла 15-я серия, а быдло все отсеивалось. Я нашел тебя! Не, не смотри! Я же использовала тебя. Я же кричала, что ты мой корм! А я назвал тебя чудовищем! Найдем себе место. Все только начинается! Уэээ, у вас там товарищи гибнут, серьезно, может потом. И как вы думаете, что может лучше всего дополнить данную безусловно мерзкую сцену слезливого пафоса? Правильно, демонстрация жопы и бьющейся друг об друга груди Стрелицы. Охуительно! 0-2! Милый! 0-2! Милый! 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 Да, Саня, блядь! Да, Саня, ебаный! Да, блядь, Саня, поехали! Разумеется, Стрелица побеждает дракона, спасает город, Хира плачет, все плачут, я плачу, а авторы заканчивают эту серию очередным копированием Евангелиона. Наконец-то! Скоро человечество освободится. Удалось. Все всецело удалось. Да очистятся души человечества, когда свершится комплиментация. Совпадение? 99,89%. Двуглавая птица символ пары. Двуглавая птица это символ Российской Федерации. Псина. А потом из-под земли появляется гигантская 3D-рука, которая забирает с собой ядра дракона и половину плантации. Сука, что? А в чем секрет популярности таких проектов, как Милый во Франксе? Не, у нас был человек, который создавал на 99% чистый продукт. Остальные студии, как и отрыжка Гайнакс, то есть триггеры также заинтересовались этим продуктом. А вот, кстати говоря, фотографии этого человека, кто очень сильно помогал авторам Франкса в проработке сценария. Не, ну ебаная, ясен красен, что мы от такого презента, конечно же, не отказались и все передали нашему книжному фраерам, бля. Не, ну если сказали, что поможет, то кто я такой, чтобы спорить? На следующее утро наш отряд вместе с остальной плантацией начинает оправляться от последствий разрушительной битвы у Великого Ущелья, пока Совет Свыше заканчивает строительство невероятно мощного орудия для последнего, финального сражения с драконами. В это же время выясняется, что Амела в средстве разрушения начинает умирать, воды не хватает, еда на исходе, а взрослые, которые ранее чуть ли не потирали задницу нашим пилотам, заняты восстановлением города. Отвечу на немой вопрос. Нет, я не пропускал ни одной серии и ни единой сцены. 0-2 просто, с ровного места, после всего того, что случилось ранее, в мгновение превратилось в добродушную подружку для всего отряда. Вы заметили забавную динамику развития персонажей 0-2. Поначалу ее показывают как эгоистичного манипулятора, после она в силу своего происхождения начинает завереть и кидаться на всех подряд и в результате чуть не убивает весь отряд. А в итоге от бешенства и отечаяния ее вылечивает новость о том, что Хира это и есть тот самый мальчик из детства. ЧЕГО? Авторы, открою для вас огромную тайну. Развитие персонажей должно подкрепляться действиями, связанными между собой. Вы где, блять, образование получали? В этой школе 733-й. То и отношение к нему соответствующее. Суть такова. Доктор Франкс намеренно отстраняет двух сиделых 13-го отряда, дабы проследить за их поведением без строгого надзора и это на самом деле дает результат в виде В то же время у Хира так называемая драконофикация начинает прогрессировать и у того точно так же начинают вырастать рога. Не оленьи, а просто рога. Они снова подросли. И не только они. Но счастье длилось недолго, ибо 9-й отряд мрази, а точнее лучших пилотов, навещает Амелу для того, чтобы приглядеть за 13-м отрядом и случайно находит ту самую книгу о вынашивании ребенка. Так он и не учит, потому что у людей отпала необходимость размножаться. А вас, как и всех остальных, вырастили из пробирки. И вы об этом прекрасно знаете. Только Тем временем Хиро и Митсуру говорят о любви, о прошлом, Хиро извиняется за то, что не сдержал обещания и нет. Он не говорит, что ему стерли память. Да и о том, что Франксом должны управлять разнополые пары, он тоже умалчивает. А в результате просто извиняется и уходит. Мол, да, я тебя наебал, но что было, то было. Действительно, почему нет? Может потому, что ты мудак? Эд, кстати, объяснил бы многое. Например, его поведение с 0.2. Абсолютно похуистичное отношение к товарищам. И попросту эгоистичное поведение в любой ситуации. Студии Триггер удалось выделиться, сделав главного героя полным мудаком. И если поначалу можно было его понять, то после понимать не хочется и смотреть не хочется. Может объяснишь, как это понимать? Этой книжке здесь взяться просто неоткуда. А тебя ебёт, козла ебаного, что это нахуй за книжка? Где была хоть одна сцена, хоть одна блядская фраза, которая бы говорила о тотальном запрете даже мысли о сексе. Тупорылый ты кусок дерьма. И ещё, в вашей же библиотеке лежит книга, описывающая нечеловеческие жертвоприношения. Но именно книга о выношении младенца является угрозой. Просто нахуй вдумайтесь. Я хочу завести ребёнка. Разве это что-то плохое? Мы можем дать начало новой жизни, оставить след в будущем. И тогда... Омерзительно. Ты просто омерзительно. Глубокий смысл анализ бибертатского периода философии в чём? В конфликтах уровня пятого класса? Да у меня бомжи за гаражами намного искреннее пиздятся, чем конфликтуют эти куски дерьма, называемые персонажами. Поймите, персонажи Франкса ничтожны. Они даже не пытаются походить на персонажей. Единственный здесь персонаж, подающий признаки жизни, это Гора, которого из раза в раз сливают в угоду другим, антихаризматичным персонажам. Авторы даже не пытаются раскрывать отношения, строить образы, даже когда у них есть для этого всё и не хватает лишь 10-секундной сцены. Как пример, та самая серия конфликта Ичига и 0.2. Авторы просто не хотят, чтобы в их произведении существовали персонажи, кроме 0.2 и Хиро. Но они даже с этим, сука, не справляются. Начиная с самой 0.2, у которой характер меняется в зависимости от употребляемого сценаристом вещества. Заканчивая Хиро, который из ничтожного нытика становится ничтожным мудаком, одержимым только 0.2. Даже их мотивация, которая так охуительно выстраивалась полсериала, была засрана с ног до головы одним словом под названием «Логика». Авторы попросту сами путались в том бреде, что они написали. То 0.2 ничего не помнит, потом она вспоминает, но не до конца, ибо Хиро она также не помнила. И вся эта беспорядочная цепочка из забывашек напрочь рушит весь, сука, сюжет. Ибо она никак, повторюсь, никак не оправдывает весь тот фансервисный пиздец, который нам непрерывно показывали в начале. Но, разумеется, это мы с вами, долбоебы, которые, цитирую, со скучным, унылым, псевдофилософским Евангелионом сравнивают, ибо Франкс в разы интересней и приятней. Точно, в Евангелионе ведь тоже были такие же дерьмищенские персонажи, не способные развиваться. Ой, не было. Каждый персонаж Евангелиона обладал своей сюжетной линией, связанной с линиями других персонажей, и каждый персонаж Евангелиона развивался, чаще всего, не в лучшую для самого персонажа сторону. Но, тем не менее, это было показано, это обыгрывалось, и это было вплетено в сюжет, отчего казалось, что ты смотришь не на нарисованные психопатом-няпонцем кадры, а на более чем реальных людей, которые, как и реальные люди, сталкиваются со сложностями и платят какую-то цену, чаще всего, весьма большую цену, что в дальнейшем влияет на персонажа. Платят ли чем-нибудь персонаж во Франксе? Нет. Есть ли у них какая-то цель? Нет. Развиваются ли они вследствие определенных событий? Нет. Нам даже не пытаются показать развитие пилотов, отряд никогда не проигрывал всегда, или стрелиться поможет, или чудо выручит. Нет случаев, где им бы пришлось идти на крайние меры и ставить на кон все ради победы. Зато такая сцена есть у рандомного отряда. Понимаете, не у главных героев, а у каких-то персонажей третьего, а то и четвертого плана. Таким же образом, главный герой расплачивается за действия ничем. Подумайте, как было бы логичнее, если бы та же 0.2 несла наказание за содеянное? Это помогло бы раскрыть персонажа и сыграло бы на чувствах зрителя. Но нет, она ведь особенная. Лучшая. Хотелось бы добавить, какой бы Ева псевдофилософской, унылой и неинтересной в ваших глазах не была, отрицать нельзя, что это было крайне самобытное, глубокое и своеобразное произведение, ставшее классикой именно благодаря этому. Что же происходит во Франксе? В общем, подобные разборки приводят, понятное дело, к... Приводят к тому, что Кокора отчитывают за попытку сношения. Все это, конечно же, сопровождается истерикой в духе, «Ну почему? Ну почему я?» И внезапно у Нано на почве конфликта начинается проявление некой серьезной болезни, о которой нам, конечно же, ничего не говорят, ну, кроме... Может, пора подыскать новую Нано? Исполняйте свою работу как следует. Я обязательно доложу об этом, папе. Ай, неправильная реакция. Ясно. Но она больше нам не поможет. Правильная реакция. Исполняйте свою работу как следует. Передовой шутник. Не могу поверить, что я правильно тебя расслышал. Я обязательно доложу об этом, папе. Ах, ты червяк навозный, меня тебя блевать тянет. Старый человеческий инстинкт размножения пробудился. Он пробудился не из-за инстинкта, а из-за сраной книжонки. Ну так, к слову. Нет, серьезно, авторы даже не притянули это за уши. Мол, доктор Франк знал, что они зайдут в тот город и послал туда хачи, чтобы тот оставил там эту самую книжку, и чтобы кто-нибудь из отряда нашел ее, и в этом бы и заключалась суть эксперимента. Нет, это никак не связано между собой. Они просто хотели поебаться. Чего ты ждешь, мудила? Она уже раскручена. Снимай штаны и доставай дрочила, чувак. И далее происходит просто нечто. Вы только вдумайтесь. Двое отцов из самого могущественного совета в виде голограмм приходят прямо в логово драконов, прямо под ноги к их царице. То есть, зная расположение этого логова, зная, что там сидит их царица, царица Лоли, неважно, зная все это, они приходят договориться. Не разбомбить это логово к чертовой матери, дабы наконец победить в этой битве, которая длится, к слову, почти сотню лет, а договориться. Но к чему такая невероятная тупость, спросите вы? А все для того, чтобы выстроить конфликт на основе... Нахуй у нас стремляете? Вы франкцы, да? Если вы франкцы, то идите вы нахуй, короче. У вас магма на погоне. Да и хуй с этой магмой, нахуй вы нас стремляете? Мы че, паразиты какие-то? У нас группа Драконий Союз, ее кто-то знает? Это смешно, да? И ведь отсюда нахуй, оттуда, откуда пришли, короче, идите отсюда нахуй! Разумеется, вторые в свою очередь получают телепатической пизды от Дракона Лоли, а у нашего отряда начинается истерика на почве вопроса о деторождении и вскрывается, что 02 бесплодный, в отличие от остальных, не может оставить свой след в будущем. Ам... похуй. А тем временем, Кокора приходит успокаивать от коммунистических пиздюлей Митцеру и заканчивается все ничем иным как. Ломай меня полностью. Зачем? Ты изрочельница? Ты сможешь? Ломай. Приходь. Как результат, буквально на следующий день Хиро рассказывает ребятам о таком обряде, как свадьба, и те решают незамедлительно обвенчаться. Футоши, послушай. Этим человеком буду я! Я буду самым первым, кто пожелает вам Смитцеру счастья! Спасибо, Футоши. Да ладно тебе! Ты всего-то солгала ему, а после бросила при первой же возможности. С кем не бывает. Но при подготовке к свадьбе у Икуна начинается депрессия на почве того конфликта с девятыми, и в ходе диалога с Ичига выясняется, что Икуна была влюблена в нее все это время. Я люблю тебя, Ичига. После небольшого Бут-3 по Зероту, который также ни на что не повлияет, нам демонстрирует цветущую Амелу, а все ради флешбеков 0.2. И это так забавно, когда в начале серии нам говорят «Значит, улетаем, да?» «Нам точно никак не остаться здесь». «Еды у нас осталось на считанные дни». «Впрочем, сама Амелла тоже долго не протянет». И спустя половину серии «И скорее всего силу земли». Причину подобных несостыковок на столь коротком промежутке, думаю, объяснять не надо. Но тем временем подготовка к свадьбе заканчивается. Все радуются, церемония в самом разгаре, а наши молодожены уже готовятся обмениваться кольцами перед… «Перед футоши с горшком на голове?» «Автор, ты идиот?» «Горшок вообще-то умер, что является еще одним доказательством несостоятельности твоей критики». Но что же происходит далее? Вы не поверите. Нет, серьезно, вы готовы? Они начинают брать эту свадьбу штурмом. Я, блядь, не шучу. «Всем не с места, иначе будем стрелять!» «Эй, вам чего надо?» «Все надо!» «Ребята, бегите!» «От тоже?» «От тоже?» «От тоже?» «От тоже?» «От тоже?» «Ной два!» «Мама!» «Мама!» «Ха-ха!» «Они даже танки пригнали!» «Не, ну я, конечно, все понимаю, но вот, а что было бы проводить не свадьбу, а, скажем, сходку анимешников?» «Взрываем нахуй!» «Без шуток!» «Они и вправду вместе с целой армией и техникой разгоняют свадьбу двух подростков!» «У меня такой вопрос!» «Вас там в будущем такая вещь, как ремень, утерял свою эффективность?» «Безусловно, я, конечно же, не прав, и эта сцена подается с таким пафосом не зря, а все, чтобы показать весь ужас жизни в тоталитарном государстве, которое не стесняется отправлять несколько отрядов солдат, чтобы разогнать столь опасных подростков!» «А я, видимо, тупое быдло, которое воспринимает только те свадьбы, что сняты на телефон!» «Ведь как тут можно не заплакать?» Через рассуждение Хира зрителю говорят, что пилотов ущемляет государство и с самого рождения ничего им не позволяет и держит как в тюрьме. Да вот только зрителю плевать, ибо после всего того пиздеца, содеянного этими же самыми пилотами, можно понять, что нет никакого тоталитарного государства и габани, которое притесняло бы наших героев. Но дальше происходит нечто еще более гениальное. Вы только вдумайтесь. После того, как Митсуру и Кокора полностью стерли память, их возвращают в тот же отряд с теми же пилотами, которым также стирали память, и государство это знает. Иными словами, они сделали все, чтобы по итогу пациенты узнали о терапии и как следствие восстановили бы память. А все, чтобы любовь не уберла. Знаешь, что меня больше всего умиляет во Франксе? То, что Франкс даже не пытается казаться хоть на йоту реальным. Франкс не показывает, как герои подстраиваются под суровые реалии тоталитарного мира. Франкс показывает, как суровый тоталитарный мир подстраивается под героев, а точнее, под 16-летних детей. Детей, которые по каким-то причинам обладают большей свободой действий, чем Государственная Дума при издании пенсионной реформы. Эти дети, на минуточку, являются элитным, спецподразделением, выращенным только для того, чтобы убивать драконов. Но зритель не задает вопрос а-ля, почему им не изменяет устройство мозга, чтобы те не задавали лишних вопросов и четко выполняли приказы. Их в конце концов вырастили, блять, из пробирки. Зритель задает вопрос а-ля, а че там у Кокора? А че там у Гора? А хиро-зиро-то уже потрахались? Или это быдло, как мы до сих пор отсеивается? Я просто путаюсь. Мы сочли необходимым пресечь нетипичное поведение перед важной операцией. А чем пресекли? На глазах у всего отряда избили и насильно стерли память? Вы бы их еще расстреляли для пущего эффекта. Но и далее происходит именно то, после чего было железно решено делать обзор в том виде, в котором вы его каким-то чудом досмотрели. А именно 19 серия Франкса, где авторы уже полностью, подчеркну слово полностью, плагиатят целую серию Евангелиона. Начнем по порядку. 19 серия Франкса, ровно так же, как и 20 серия Евангелиона, полностью посвящена подноготной мира данного творения. Все начинается со знакомства с юной версией доктора Франкса. Также всю серию нам выстраивают его образ, как образ безумного гения. И если в Евангелионе безумстве генды оправдывалось трагедии, случившейся с его женой, то во Франксе сам доктор Франкс просто сумасшедший и все. И этот же безумец, так же как и в Евангелионе, позднее, благодаря своим научным достижениям, становится частью организации, чья власть приравнивается к мировой. После нам так же показывают знакомство доктора со своей будущей женой. Так же показывают первое нападение дракона. И вы не поверите, но они копируют даже море Эльсиэль из Евангелиона. И если в Еве данное море являлось важнейшей частью истории, то во Франксе его ставили просто так, без объяснений, как бы говоря. Да нам похуй чё пиздить, пока долбоёбы хавают, можем себе позволить. Далее доктор Франкс отправляется на Аляску, ибо там было найдено тело драконов, в то время, когда Генда отправлялся в Антарктику, поскольку там было найдено тело Адама. Спасибо, что хотя бы континенты поменяли. И как следствие нападения дракона, люди так же начали строить Франксов, роботов, способных противостоять драконам. И точно так же, как и в Евангелионе, в тестовый образец залезает жена доктора, и разумеется, эксперимент так же выходит из-под контроля, и жена умирает. И так же, как и в Еве, это становится отправной точкой для дальнейших смещений ценностей у главного героя серии. Возможно, вы могли подумать, что после перерисовки целой серии, у авторов не хватит наглости скопировать еще и диалоги. Блять, просто охуенно. Ты не думаешь прекращать работу над тем, что под запретом, и прежде всего над клонированием? Тебя за это осуждают. И в чем же тут запрет? Просто никто не задумывался, что найдется ученый, который не боится ни Бога, ни черта. Нами было создано высшее создание. Это богохульство. Создание Бога недопустимо. Человек не должен создавать Бога. Он не может обладать такой силой. Можем ли мы доверять Генде и Карри? Вы выбрали меня. Немного не за то, в чем я хорошо разбираюсь. Твои способности непременно помогут приблизиться к нашей цели. К бессмертию. Однако, считается, что реальной причиной его тяги к Юй был ее талант и поддержка организации, стоящей за ней. По слухам, эта организация называлась Сил. У Юцики, давайте дадим человечеству новое рождение вместе. Эйп. Группа ученых, направляемая Советом Мудрецов. Их прорывные технологии позволили добывать магму с ранее недоступных глубин. А Эйп, в итоге, стал оказывать огромное влияние на международную политику и экономику. Ваша организация Сил, или как она там называется? Они ходят множество грязных слухов. Мне не нравится, каким образом она манипулирует комиссией по расследованию. Ни одна полностью порядочная организация не может выжить в наше время. Похоже, на Аляске смогли захватить неповрежденный труп дракона. На Южный полюс? Сейчас? Советую он решил начать официальное исследование. Меня совершенно очаровало. Это загадочное существо, помесь животного и машины. Довольно скоро я обнаружил, что его ДНК повторяет нашу женскую, включая пару хромосом ХХ. Вплоть до микроорганизмов, происхождение гигантской полости под шахтным центром и гигант из света. В случившемся множество загадок. Зачем испытывать его самой? Мало кто подходит по всем параметрам. Нечего отсиживаться в стороне. Ладно. Я пошла. Юй, сегодня твой эксперимент. Поэтому я его и взяла. Я хочу показать ему, каким прекрасным может быть будущее. Это были последние слова Юй. Несчастный случай унес ее из этого мира. Всем странам. Эйб предложил спасительные ковчеги, плантации. Фактически, они возглавили весь мир. Я намерен обнародовать всю правду о втором ударе, о тебе, сил и свитках Мертвого моря. Я не прощу никого, кто был причиной всему этому. Я же не представилась. Карина Милза. Карина Милза? Та самая, что научилась восстанавливать теломеры? Да. Я прочитал вашу работу. С некоторыми вещами я не согласен, но в целом очень интересно. Большое спасибо. Ваше имя Юй и Карри, верно? Да. К тому времени меня больше не занимало будущее человечества. Я был поглощен созданием нового, более совершенного существа. У Юцики. С сегодняшнего дня мы начинаем новый проект. Я уже послал предложение председателю Килу. Ты правда собираешься это сделать? Да. То, чего никто никогда не делал. Найти путь, чтобы стать Богом. Проект комплиментации человека. Просто объясните зачем. Вот какое хуйло из вашей невъебенной студии решило, что скопировать подчистую Евангелион это рационально. Любую другую студию за подобные выходки сообщество бы сожрало с костями. Но по какой-то невиданолично мне причине такого не произошло. И вот теперь вопрос к тем людям, воспевающим Франкс как тот тайтл, который Евангелиону на клыка дал. А можно узнать где? На клыка тут дали только вам нагло обмануть через бесконечный плагиат. Плагиат от первой и до последней серии. Безнаказанность со всех сторон умноженная на безнаказанность. Ну а теперь позвольте вам вкратце рассказать все устройства этого мира за рамками плагиата. Итак, человечество через магматическое топливо смогло обрести вечную жизнь, а дав за это возможность размножаться. После первого нападения дракона те изобрели роботов, для которых им пришлось выращивать детей. Поскольку только обладая репродуктивной функцией возможно было пилотировать робота. Что бы то ни значило. Самое забавное, что они хотели оправдать мнимую тупость Евангелиона, где пилотами были подростки. С помощью репродуктивной функции. Дескать, только при помощи членной ПСД можно привести Франкс в движение. Также выясняется, что ранее группа солдат во главе с доктором Франксом уже спускалась в эту пещеру с дракона Лолли. Как результат, убили всех кроме доктора и тот стал одержим этой самой дракона Лолли. Вы это слышите? Франкс на клыка дает. Определенно. Тем временем наш отряд выходит на связь с советом и всерьез выдвигает претензии по поводу произошедшего с Кокоро и Митсуру. Возвращайтесь в зал ожидания. Извинитесь! Я жду извинений! Как результат вмешательства правительства в личную жизнь отряда, пилоты начинают сомневаться в правильности учений данной организации, некогда являющейся для отряда отцами. Кот 002, мы бережно растили тебя ради этого дня. Не подведи нас. Больше мы не позволим решать все за нас. Они личности, такие же свободные, как и мы. Авторы Евангелиона могли бы многое подчеркнуть из этого. Тупорылые дебилы. Нет, серьезно. Кого вообще волнует, что вы там хотите? Весь смысл вашего существования только в защите. Вас выращивали как животных и вы всерьез выдвигаете какие-то условия? Но давайте не забывать, что впереди важнейший и, скорее всего, последний бой для всего человечества. И, возможно, всю эту идиотию оправдают. Кокоро! Тебе что, плохо? Ты как? Что-то тебя часто тошнит. Дабы пролить свет на этот гениальный твист, разъясню. Как мы знаем из начала, штаб мониторит каждого пилота. И благодаря этому в режиме реалтайма они могут даже проанализировать кровь пилота. Как это уже было показано в начале, когда штаб узнал об отклонениях в состоянии здоровья Хира, а именно переизбытке желтых тел в организме. Но из-за необходимости участия стрелиться в бою, те промолчали и не стали того отстранять от задания. Соответственно, ГБН знала о сексе Кокоро и Митсуру, ибо это случилось за день до свадьбы. И, соответственно, та нелепая облава была бесполезна. Но, если вы думаете, что это всего лишь мелочь, то не забывайте, что Кокоро увезли в сад для промывки мозгов, где также не заметили беременность пилота, из-за которой она не сможет в будущем управлять Франксом. Ребят, вы свой сценарий вообще читали? И, конечно же, что может быть лучше, чем немножечко дизморали перед важным боем от девятых. Видимо, авторы хотели, чтобы гнобили все. Но наши паразиты непреклонны, что позже приведет к конфликту с девятыми прямо на поле боя. Но не стоит забывать и про стрелицию, которая должна привести в ход сильнейшее оружие. Потому что особенное! И спустя диалог Хиро и 0.2 Нам даже судьба не преграда. 0.2! 0.2! Нас не разлучить. А если у кого-то получится? Я приду за тобой. Открой глаза! Да открой же глаза! На арену врывается сама принцесса драконов. А все, чтобы заново указать на конфликт в виде... Из этих гадов мы без работы сидим! Да, из этих гадов мы без работы! Так, все, раздеваемся и начинаем жарить друг друга, пока они не исчезнут. Пошли, мужики! В результате королева догоняет стрелицию и рассказывает 0.2 о том, что та, в свою очередь, лишний доклон королевы, выведенный с помощью кулачка волос. Разумеется, незаметно вырванным доктором Франксом! После чего королева откидывает 0.2 за борт корабля и засасывает Хиро. Уверяю вас, если бы у Тайтла не был бы столь маленький возрастной рейтинг, то на члене Хиро скакал бы даже доктор Франкс. Ну и как же можно было закончить серию без очередного копирования Евангелиона, а именно... Что же такое драконы? Живое оружие, которое изобрел их народ. Оно было создано людьми по образу Адама. Это Ева. Ева? Мы всего лишь переняли систему драконов. Я знаю, что это не просто копия первого ангела. И приручили их работать с генетически модифицированными людьми. Это прототип Бога. Хуюцки, давайте дадим человечеству новое рождение вместе. Так мы все это время сражались с драконами в таких же драконах? Я тоже пилотирую нечто подобное? А нас посадили и даже ничего не сказали! Что за... Что за чудовище мы воссоздали? Не, ну а че вы так усложнили-то? Сделали бы еще проще. Как насчет того, чтобы в следующий раз использовать оригинальные кадры того, с чего вы плагиатите? Не, ну а че? И так ведь схавают! Немедленно выходите! Мы с Милым вылетаем! Я вам не позволю! 0-2. Сможешь? Конечно! Я чувствую, как погружаюсь в тебя! Если вы не поняли, да. Авторы Франкса полностью копируют и твист Евангелиона, когда пилоты также узнавали, что все это время они сидели внутри тех же монстров, которых и убивали. Вопрос о том, почему авторы уже в сотый раз позволяют себе так нагло плагиатить чужой проект, прошу довести до сведения тем же людям, которые что на ютубе, что в отзывах на разных сайтах все это время орали. Это шедевр! Дали на клыка! Быдло отсеялось! Как тебе такое хида, Океану? Да что тут творится? Эта планета очень скоро испарится без следа. Дельта! Эпсилон! Че? Ебате, короче, в последнюю серию, типа, пришельцы из космоса нападают. Ебате, в совете все это время, типа, тоже сидели пришельцы! И у них, типа, как в Евангелии, тут тоже комплиментация произошла! Ебани меня, атомная бомба! Давайте, короче, нахуй перечеркнем весь конфликт и, типа, теперь они драконы и люди, а, короче, теперь пришельцы и драконы и люди! Ебать! Да, теперь фракции три! Люди, драконы и пришельцы! Ээээ... За Орду? Не важно, ибо, как выясняется, пришельцы сумели обмануть и принцессу драконов, которая хотела с помощью стрелецы запустить мощное оружие и, соответственно, теперь все человечество на грани гибели. Это планета! Очень скоро! Испарится без следа! Стойте! Умоляю, не надо! Доктор! Время сказать правду! Рептилоиды действительно существуют! Тем временем, 0.2, теряя сознание, плетется по коридору из-за раны в плече. Помните, что нам показывали в лаборатории, где она сквозные раны регенерировала? Забудьте нахуй! Теперь, после падения с Франкса, она умирает на ходу! Я приду за тобой! Пытаясь хоть как-то предотвратить катастрофу, Хиро сдерживает вход королевы в режим Берсеркера, и та, по ходу дела, решает рассказать всю свою историю. Как оказалось, эти самые Вирм не что иное, как комплиментация человека из Евы, и те в свое время прилетели и на Землю, где когда-то жили те самые драконы, дабы воссоединиться в одну бестелесную форму. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. По ходу войны драконы также изобрели своих роботов, благодаря чему дали отпор Вирму ценой всей своей планеты. Потеряв все, драконы ушли под землю, превратившись в ту самую энергию, и лишь самые сильные из них слились с ядром, дабы стать еще более мощным оружием. На сегодня все, берегите себя, своих близких, до свидания. И пока доктор Франкс рассказывает 02 о том, что она единственный выживший клон королевы, сама королева, вы не поверите, провоевав сотню лет с людьми при первом появлении Вирм, тут же сдается и смиряется со своей судьбой. А все ради того, чтобы когда 02 добралась до Стрелицы, произошло это. Почему ты еще упираешься? Ведь эта битва никогда не была вашей. Мы похожи. Вы тоже не думали, почему рождены для сражения? Это не назвать жизнью. Я это понял, когда встретил 02. Я ни за что не сдамся, ведь я обещал ей. Так вот, что вы называете жизнью. Хорошо. Я передам вам двоим последние силы, что у меня остались. Да, блять. После столетней войны, после стольких потерь и стольких битв, королева, увидев настоящую любовь Хира и 02, решает зарыть напор войны и дать человечеству второй шанс. Может ли быть сценарий еще тупее? Ладно, прощаю. Еще с самого начала этой серии... Что? Мы подарим вам мирное наслаждение, которое продлится дольше... ...чем само время. Слева! Что? Дельта! Эпсилон! Не надо! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я убью вас. Стен! Айянами! Милый! 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 Вот и я! Я держала слово! Ты в порядке? Айянами! Айянами! Ну, 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 ну! Открой глаза! Да открой же глаза! Слышите? быду отсеивается. Честно, я уже не знаю, какими еще методами донести, что авторы Франкса обыкновенные мошенники. Бездарные, тупорывые, циничные и попросту лишенные совести мрази, которые нагло обманывают зрителя безбожным плагиатом. Вы можете считать меня кем угодно, ебанутым фанатом Евангелиона, нацистом, коммунистом, ебанутым критиком, который всем назло идет против общего мнения. Да вот только это не исключает тот факт, что именно вы позволили этому бездарному плагиату стать одним из самых популярных тайтлов за последние пару лет. И сколько бы сайтов я не перерыл, сколько бы статей не прочитал, на 10 это шедевр, богоподобно! Приходилось только одно, бля, чё за говнище. Мы деградировали, вот серьезно. Если вы после всего перечисленного в виде бездарного сценария, пустых и попросту тупых персонажей и бесконечного плагиата до сих пор придерживаетесь Евангелиона отсосал 10 из 10 вы деградировали. И уже не ментально, сука, клинически. В результате стрелиться с драконами улетает в космос, покинув землю и весь остаток человечества, а значит теперь начинается. Мы так и не починили энергоблок, недавно давший сбой. Что с очисткой воды? То же, оборудование загибается. Ведь запасов хватит, всего-то на год. Еще 2-3 месяца и соберем урожай. На ваших глазах очумелые ручки изящно выкрутились из трудной ситуации, применив все подручные средства. Ах да, те самые пилоты, которым взрослые чуть ли не жопу подтирали до сегодняшнего дня, неожиданно обладают знаниями и навыками в водочистительных приборах, электростанциях и прочих областях инфраструктуры. А, хули нам, детям будущего? Да вот только девятые не входят в их список, ибо последние не могут протянуть и недели без подтирания очка. Тем временем, наш отряд начинает сеять поля уже мертвой планеты. Нет, серьезно, нам с самого начала говорят, что земля более неплодородна. Так нахуя вы посеяли на ней урожай, чтобы выдавить зрителя сопереживание? Мы же их поливали и удобряли как положено. Вы видели его? Где? Он погиб. Поскольку беременные не могут пилотировать Франкс, то раньше в подобной ситуации делали аборт. Один вопрос, а какого хрена весь отряд выстроили в линейку перед беременной Кокуру? Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Вчера, сука, эти четыре, сука, говна трахнули общую повариху! Что мне теперь делать? Хиро, как мне быть? Ты что, смеешься? Не надо. Эх, видимо, детишки не знали, что надо кончать на лицо. И это удивительно, поскольку студия Триггер кончает на лицо зрителю все 24 эпизода. Вслед за Кокуру, 0.2 также начинает ехать головой, но как позже выяснится, ее душа до сих пор находится в стрелиции. Но тем временем Нано и Хачи находят замороженные тела детей. Ну, те самые, которым не стали вкалывать желтые тела для пилотирования, а просто заморозили. Логика в сценарии Франкса, как от Шрёдингера. Она как бы есть... Не, не так. Ее как бы нет и не будет. Он испарился. Далее Хиро с помощью своих рожек понимает, что душа 0.2 все еще в космосе, и посему необходимо спасти любимую. И как раз в этот момент Горо и Хачи находят 13-ую Амелу, которую еще можно засеять. И у меня такой маленький вопрос. А ничего, что в 18-ой серии вы нам показали, что Амелла умирает? Как вы ее засеивать собрались? Вы чувствуете, как с каждой серии Франкса сценаристам становится все более и более похуй на свой же сценарий? Вообще-то нет. Ты собрался в космос? Там ждет 0.2. Что за глупости? Ты же там можешь погибнуть. Да. Так что я улетаю. Это все, что я хотел вам сказать. Конечно, кидай своих друзей, свою семью, которая потеряла все, и теперь, когда появилась пускай высосанная из пальца, но все-таки надежда, кидай их нахуй, кому они нужны? Ведь есть же Онечка. По мнению авторов, именно этому мудаку я и должен сопереживать. Подобное поведение, разумеется, приводит к... Мы только собрались начать все с самого начала. И именно сейчас ты решил уйти? Мы даже больным помочь не можем. А ты, когда мы как можем цепляемся за жизнь, решил отправиться на тот свет. Но я все равно полечу. Без улыбки 0.2. Я и так словно не живой. Как живой, но будто не живой. А знаешь что? Пиздуй, земля тебе пухом. И вы ни за что не угадаете, но после отряд прощает Хира и забивает на все. И на землю, и на выживших паразитов и решает помочь ему. Благо Хачи неожиданно нашел корабль драконов, который неожиданно оказался на ходу. И вместе с девятыми они летят на помощь 0.2. Какая прекрасная история. Лишенная, блять, мотивации, окей, я могу еще понять отряд. Допустим, у них амнезия и не забывают про диалог минутной давности. Но девятые-то с какого хера решают им помочь, если они всегда с ними конфликтовали? Ты просто омерзительна. Папа счел, что вы несете в себе опасность. Не сильно вы расслабились? Смотреть противно. Вам показалось, что вы особенные? Даже не думайте ослушаться папу! А может пошел ты? Никому не дано войти в одну реку дважды. Никому не дано войти в одну реку дважды. Но люди не могут войти в одну реку дважды. Скажи, скажи еще раз! Пидарас! Почему ты остался? Я решил, что должен остаться. Ведь я за тебя в ответе. По решению районного суда, наверное? Иначе какого хера? Память вам вроде стерли, про сам процесс беременности ты знать априори не можешь. Так с чего вдруг ты решил, что остаться это твоя святая обязанность? Потому что он в первую очередь мужчина. Тем временем намечается стрелка в космосе с гопотой галактического масштаба, где стреляла бы, если бы могла. Просто посмотрите, насколько им похуй! Они второй раз увеличивают статичный кадр, не прорабатывая его, тем самым они просто губят все изображение, увеличивая его до пикселей. И это не моих рук дело. Автор Франкса от души заслужили! В ходе боя девятый жертвуя собой выбрасывает хера к стрелеце, дабы воссоединить его с любимой. Альфа! Так, стоп! А с какого хера мне его вообще должно быть жаль? Во всем сериале не присутствует ни одной сцены, где девятый не вели бы себя как мрази. Конфликт в саду, конфликт по приезду в Амелу, конфликт перед боем и в течение боя. Вы серьезно решили выдавить из зрителя сопереживание путем убийства самых мерзких персонажей Тайтла? Давайте уже сразу определимся. Сценарий Франкса дерьмо. Без выяснений, дискуссий, а дерьмо. Прошло полтора часа обзора. Надо называть вещи своими именами. Сценарий Франкса дерьмо. Я вас прошу, пересмотрите Тайтл после обзора и начните хотя бы задавать вопросы. И тут не стоит проблема того, что я полуумный критик, который докапывается ради лузов. Вся та тупость сценария, несостыковки сюжета и противоречия от серии к серии даже при первом просмотре портит все впечатление. И это я еще не говорю про диалоги. Зачем? Ты улетела одна. Хотела, чтобы ты остался человеком. А я хочу быть с тобой. Тебе нельзя со мной. Ну как сказать нельзя? А знаете, что самое смешное? Авторы своих наркотических припадков уже стали забывать про то, что несколько серий назад нам прямым текстом сказали, что Хира уже не человек. У него рога, блядь, выросли. А какое сохранение человеческой формы идет речь? Тебе не похуй, ебло ты, блядь, тупое. И вы не ошиблись. После стрелицы превращается в огромную, полуголую космобабу. Я, блядь, не шучу. А тем временем на земле. Спустя пару месяцев после битвы, в конце которой огромная полуголая онечка влетает в портал между мирами, выжившие начинают перестраивать землю, осваивать территории. Также они решают отказаться от использования магматического топлива, дабы не добивать и так мертвую землю, из-за чего у последних возникает необходимая надобность в изучении ботаники, анатомии и прочего, дабы вернуться к ранее забытому образу жизни людей. И вам могло показаться, что в последней серии сменили режиссера, ибо после всего того не скачаемого пиздеца в самой последней серии нам показывают нечто действительно стоящее. Спойлер, вы отчасти правы. Половина этой серии, где человечество восстанавливает почти мертвую планету, реально интересно и приятно смотреть. Тут нет и тупорылых гыбни, и отношений между пилотами не скотское, и вроде даже есть зачатки хорошего сценария. Вы ссали нам в уши 23 серии, а теперь решили показать хорошую, но не воплощенную идею. Вы, блядь, серьезно? Кокоро! Мариночка! Что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу. Родовую. Ну и, к сожалению, после нас вновь бросают в космос, а именно в финальную битву добра и зла. Это наша точка, блядь. В ходе битвы Вирм вырубают хира, и соответственно, стрелиться без второго пилота не может привестись в действие. Но как при подобных обстоятельствах наши герои смогут противостоять столь могущественному врагу? Как же мы до нее докричимся? Мы сможем с ней соединиться. Вместе! И мы направили свои молитвы в космос. Я слышу. Все нас зовут. Я слышу. Голоса, ребят. Ноль Два! Милый! Я тебя обожаю! Я тоже! Ноль Два! Они просто молятся, и боги даря этому ноль два приводит хира в чувство и те взрывают вирму. Даже не тупое превозмогание, а сука молитвы. Ну не пиздец ли? Религия, бля. Иисус, махер. Не веришь, значит не выкупаешь. Вот так мы сюжет двигаем. Мне даже пояснять ничего не нужно, эжи. И как результат, после очередного копирования сцены из Евангелиона, Хира и Ноль Два всех спасают ценой своей жизни. Пилоты плачут, зрители плачут. Ну что не новость, я плачу. И нам показывают прекрасное будущее без войн с драконами. Ой! Не ушиблась? А как тебя зовут? Меня зовут... И началась новая история. Что по итогу? Главным минусом четвертого псевдоребилда Еву, или переосмыслением, как у вас там принято мани фантазировать, я считаю, не до конца точно срисованные лица Аски и Синдзи. Пародийная составляющая получилась крайне впечатляющей по своей наглости. Но до комедии, в отличие от сценария, конечно же, не дотягивает. Сам сценарий своей безмерной тупостью способен рассмешить даже Аяна Мирей из третьего ребилда. В общем, комедия почти задалась, если бы не одно но. Сначала мы студия триггер начали с интереса к поиску чего-то нового. Видишь новое? Нет. И я не вижу. А оно есть. Опустим факт безбожного плагиата в произведении. Милый во Франксе это ведь экшн-драма, которая дала индустрии на клыка. Пройдемся тогда по каждому зубу. Во-первых, мотивация героя. Кроме Хира ее нет почти ни у кого. И то у главного героя данная мотивация заключалась в сиськах, не говоря уже о том, что происходит в конце. Пилотами не движет мнимое чувство патриотизма или чувство долга. Им плевать. Им говорят, они делают. Если я могу понять мотивацию девятых, ибо они самые приближены к совету и соответственно чувствуют свою важность, то нашему отряду в первых же сериях указывают не мешаться под ногами и далее по накатанной. За что они сражаются, что ими движут, запудьте нахуй, драма-то это про другое. Это про сношение, про бессмысленные жертвы и прочее. Почувствуйте разницу. Синзи хотя бы задавался вопросами зачем, почему и как. Но хера не нужна мотивация. Он интересен и так. Сегодня ты смотришь тайтла из жвачки, а завтра порнуху без баб. Трапы не в счет. Не стоит также забывать про ГБНЮ, которая на ровном месте решает искалечить весь отряд ради того, чтобы буквально стереть двоих. Зачем ГБНЯ делает это на глазах у всего отряда, ведь им нужна победа. Придержите до поры до времени свое недовольство бракосочетаниями, а после уже что-то меняйте. Плюс, именно такие моменты помогают сплотить отряд ранее живший буквально отдельно друг от друга. И вы все это рушите? Ну беременные же не могут управлять Франксом. Да вот только они немножечко не успели, ибо те к моменту свадьбы уже потрахались. А судя по тому, что нам говорят, мол, они вообще каждого пилота мониторят по всем параметрам, соответственно, они знали о беременности, а накошмарили отряд просто чтобы гнобить. А когда те приходят и начинают задавать вопросы, то сразу же посылаются нахуй. Из-за чего можно понять, что победа-то не особо нужна. Какая разница, что нам половину сериала втирали за важность сплоченности отряда, что именно от доверия друг к другу зависит успешность синхронизации с Франксом. В конце всем похуй. Почему? Объясняю. Вы обратили внимание, что во Франксе конфликты как таковые вообще отсутствуют. Если они и появляются, как, например, у девяток с нашим отрядом, то они просто забываются. Они не выстреливают, не влияют на события и персонажей, они просто забываются. Также забываются конфликты между пилотами. В одной сцене все готовы друг другу морду набить, а потом уже мирятся. И это ничем не обуславливается. Или как забыли тот же конфликт Митсуру и Хиро. Ты забыл про свое обещание пилотировать 10 лет тому назад и теперь я буду тихо тебя ненавидеть. Хотя, даже если бы он и хотел, вы бы не смогли пилотировать Франкс. Но учитывая, что он не упомянул про чистку памяти и просто решил оставить все как есть, срать он хотел на твое прощение. Как результат, конфликт также забывается. Кому мне здесь сопереживать? Охуительный, блин, выбор. Или главный герой мудак, или пилоты-долботрясы. А про сопереживание к этому биполярному расстройству я уже и не заикаюсь. И авторы наверняка знали об этом изъяне, но не стали менять сценарий. Они решили построить конфликт с гыбнёй, из-за чего разрушили половину сюжета. Хотя, как я и сказал, изменение предыстории в виде того, что гыбня отбирала детей у взрослых, то тогда можно было бы построить столь нужный тайтл-конфликт с государством. Пойдём дальше. На этом история не заканчивается. Во-вторых, сами персонажи. Напомните-ка мне самых харизматичных из них. Ой, точно. Персонажи Франкса ничтожны. Во-первых, из-за полного отсутствия мотивации. Во-вторых, из-за отсутствия конфликтов как таковых. В-третьих, из-за нежелания авторов раскрывать этих самых персонажей. Сами посудите, две трети экранного времени уделяется отношениям Хира и 0.2, которые строятся на идиотском побеге из тюрьмы в тундру и которые также оказываются просранными, ибо тот побег никак не оправдывает сцены из начала и внезапной любовь 0.2. Из-за чего зритель понимает, что нет никакого раскрытия отношений. Нет этой самой химии персонажей. Она его хочет просто потому, что он главный герой. И да, судя по некоторым интервью, авторы месяцами прорабатывали персонажа 0.2, дабы создать, что называется икону. И благодаря неординарной внешности и демонстрированию везде, где только можно ее задницы или межгалактических сисек под соусом люблю просто потому, что авторам это удалось. Ибо с такой мотивацией каждый зритель может представить себя на месте Хира рядом с богиней. Зачем прорабатывать персонажей? Зачем вводить знаковые для их отношений события? Можно ведь создать просто богиню и дальше нести бред в духе побега из тюрьмы. Ведь и так схавают. Как я уже говорил, некоторые сцены вместо уделения ничтожным отношением Хира и 0.2 вы могли посвятить раскрытию других персонажей. Все так же для примера та сцена из начала, где авторы могли бы показать самоотверженность Гора ради Ичика, с которой он годами сражался плечом к плечу. Или так же могли бы уделить минутные сцены тренировок элитного отряда солдат, в ходе которых можно было внедрять диалоги между пилотами, раскрывающие их характеры, а так же показать развитие героев как солдат, дабы зритель мог поверить в то, что это надежда человечество. И да, внедрив в эти сцены тренировок можно было бы оправдать ту невероятно тупую сцену с захватом пилотов целой армии солдат тем, что пилоты слишком хорошо обучены, как и подобает элитным солдатам будущего и соответственно могут представлять опасность. И тот факт, что даже такой любитель как я может вытянуть ваш сценарий казалось бы такими простыми вещами, как сценами тренировок и заменой некоторых действий персонажей, ярко показывает насколько вам было похуй на него. И дело не в том, что вы набрали необразованных кретинов. Нет. Дело в том, что вам просто похуй, ибо вы позволяете себе то, чего ни одна студия в здравом уме не позволила бы себе сделать, а именно так нагло копировать чужой проект. Безнаказанно! Вот просто так! И никто не... Скажите, сняли с работы, вы... Ты чё болтаешь? А ну иди отсюда вон! Ты чё несёшь? Ты чё людей путаешь? Дальше в программе насчёт богоподобной оболочки Франкса. А, извините, где? Бесспорно, иногда Франкс выдаёт красивые и хорошо поставленные сцены, но чаще он выдаёт убогую и попросту дешёвую рисовку, отвратительно поставленные драки, когда от непонимания где, что и как происходит хочется плевать, или когда авторы ярко показывают незнание элементарных основ операторской работы. И всё это как нельзя лучше смешиваться с убогой анимацией, отвратительным монтажом и простым нежеланием стараться от слова вообще. Про сюжет уж лучше вообще не говорить. Мало того, что всю подноготную мира раскрывают в одной и то сплагиаченной серии, так ещё и не раз присутствуют просто забытые сцены из предыдущих серий. Чехардас 0.2, когда она из эгоистичной похуистки становится помешанным на убийство к зверям, а после превращается в максимально милую безобидную девчушку. И все эти перевоплощения происходят от серии к серии без каких-то мнимых объяснений. Озверела она просто потому, что неожиданно поняла, что хочет стать человеком. Но ранее этого просто не случалось. А вылечилась от бешенства ни терапией, ни лекарствами, а новостью о том, что Хиро это и есть тот самый принц. Просто нахуй вдумайтесь. Но это всё просто никак не сравнится с этим безбожным, бесконечным и скорее всего самым наглым плагиатом последних лет в аниме-индустрии. Давайте просто для примера перечислим всё, что было сплагиатчено, а также то, что не было упомянуто в обзоре. Капсулы пилотов, геофронт, советы зелья, франксы, которые также оказываются монстрами, комплиментация человечества, саундтрек из тихоокеанского рубежа, лучи людских душ, надписи Sound Only, ангар и подготовка роботов к бою, экранчики Эрор, сцены смерти драконов, крылья точь-в-точь, как в The End of Evangelion, ядра драконов, комбинезоны пилотов, опухшие вены, облегаемые костюмом, полностью спичненная сцена попадания Синдзи в Ангела с последующим копированием диалогов, подземный город, режим берсеркера с трансформацией пасти робота, синхронизация с Франксом, удушение Аскизендов Евангелион с последующим копированием Рэй в образе Адама, диалог Хироя 0.2, повторяющий дословно диалог Рэя и Синдзи, сцена поедания робота пришельцами, сцена дергания рычагов с аналогичными выкриками, клонирование 0.2 наподобие клонирования Рэй, прибитый кресту Адам, сцена спасения Рэй с третьего ребилда и, конечно же, полностью спичненная девятнадцатая серия. И если в случае Евангелиона, когда авторам полностью перекрыли все бюджеты, что очень сильно повлияло на сериал, ибо авторам порой пришлось вставлять эстетичные минутные сцены или же рисовать от руки, можно было хоть как-то оправдать серию в лоб, объясняющую сюжет, за уши притягивая недостаток средств на позднее разъяснение, со столь большой студией, как A1, авторы не стали исправлять ошибки прошлого, они просто перерисовали и переписали точь-в-точь эту серию. Также не стоит забывать про плагиат того же Гурн Лагана в виде сюжетного твиста объединиться с заклятым врагом, дабы после наказать вселенское зло. Но окей, допустим, это типичное голливудское клише. Но зачем в таком случае авторы Франкса спиздили, например, саундтрек из Тихоокеанского рубежа или драйв пилота в виде прохождения через память пилота? Но вы можете возразить, Моус Гурн Лагана очевидно скопировали больше. Даже тоже магматическое топливо и финальный твист в космосе. Просто посмотрите на это. Это самый ранний концепт Аяна Мирей, описанный одним из дизайнеров персонажей в артбуке Дэр Монт. Самого персонажа Аяна Мирей, кстати, звали Юи Ичига. Юи Ичига, которая выглядит идентично персонажу Ичига, но из Франкса. Мать моя женщина, какой это пиздец. И не путайте, пожалуйста, вдохновлялись из плагиателя, потому что первое хотя бы подразумевает под собой старания. Но коли авторы себе позволили столь наглый плагиат такой-то классики, то и снять они должны были не хуже. По пунктам. Во-первых, те же персонажи, да, пускай Евангелион не обладал целостным сюжетом, но наиболее важно то, что Евангелион обладал персонажами. Персонажами, которые были так связаны между собой действиями, что убери любого, пускай даже персонажа третьего плана, и структура тайтла начинает рушиться. Персонажи связаны между собой, персонажи влияют друг на друга, персонажи развиваются благодаря знаковым событиям. У персонажей есть цель и цена, которую каждый из них платит ради достижения этой цели. Во-вторых, экшен. Где? Вот, серьезно, тайтл. В жанре экшен драма не является ничем из перечисленного. Про драму уже и говорить не стоит. Драма без сопереживания и конфликтов это высший пилотаж. А про экшен, ну, когда вы плагиаете эти проекты 95-го года и не можете даже близко подобраться к тому экшену, показанному в произведении тех лет, имея при этом все от бюджетов до команды людей, то вывод один, вы даже копировать не способны. И держите в голове, что прошло 23 года с момента выхода оригинального сериала. 23 ебаных года, а мы не можем повторить даже такой аспект, как персонажи. Зато мы можем бездарно плагиатить. Диалоги в Евангелионе не были нацелены на пустое распиздейство про сиськи жопа пилотов. Диалоги в Евангелионе раскрывали черты персонажей. Хронометраж Евангелиона пускай и отдавал предпочтение тем же персонажам, но сами мехи, их подноготные, тренировки пилотов, сражения с ангелами и демонстрации развития героев как непосредственных защитников человечества все еще занимало как минимум половину хронометража. В то время, когда во Франксе мехи это лишь инструмент и не более. Все познается в мелочах. Убери из Франкса мех, сократишь хронометраж от силы на одну десятую. Убери мехи из Евангелиона, от Евы ничего не останется. Убери из Франкса всех персонажей, кроме 0.2, Франкс не изменится. Франкс как таковой существует только благодаря этому персонажу, которого даже раскрывать не стали. Не говоря о проработке. Убери из Евангелиона хотя бы одного второстепенного персонажа, Евангелион теряет целую сюжетную линию. Самое забавное это то, что автор Франкса, имея бюджеты, имея сотрудников и все новшества 21 века, выдает рисовку, которая смотрится даже хуже, чем у проекта 23-летней давности. Охуительный прогресс. Хотя, чего я хочу от тайтла, безмерную любовь к которому можно объяснить ничем иным, как все скотство авторов заключается именно в нежелании делать продукты. Это прослеживается везде, от бездарных диалогов и пустых персонажей до убогой рисовки и кривых сцен. А зачем им стараться? Ныне формула простая. Делаешь из персонажа икону, вводишь тонну фансервиса, копируешь чужой проект и подаешь, что под соусом глубокого смысла. Мне вот интересно, а если бы Пашка Техник был сценаристом Франкса, вы бы тоже говорили «Нихуя он умный!» Я очень хочу отъехать, но я, к сожалению, не могу это сделать. И да, пояснение мемеса про отсеявшееся быдло. Некоторые комментаторы, да что там комментаторы, некоторые блогеры всерьез утверждали, что фансервиса во Франксе нет, а если есть, то это специально, чтобы потроллить или чтобы всякое тупое быдло не стало смотреть. Элита вы наша, простите, что не признали, забыли мы, что студия Триггер не ошибается. Это ирония, это троллинг и плагиата там нет. Это полстороние, мы просто быдло тупое, мы не выкупаем. Оказывается, теперь у нас есть культ студии Триггер, который гласит, что это не студия обсирается, это вы обсираетесь. И да, про фансервис, которого нет, но ничего, что нам из раза в раз даже в самых напряженных моментах демонстрировать жопу на треть кадра. И не важно, что манга по Франксу больше похожа на хентай. Это все троллинг. Ху, бля, ты обосрался? Чувак, это не я обосрался, это постирония. Кстати, про мангу. Вы не поверите, но манга по Франксу выходит ровно через день после премьеры первого эпизода. Автор манги даже не стал смотреть на реакцию аудитории. Он знал, что по-любому схавают, а поэтому можно как следует набить свой кошелек. Это долгоиграющие проекты, долгоиграющие. Не верите, что схавали? Обратимся тогда к статистике. На май Анималист Франкс заработал оценку почти 8 из 10, набрав при этом на сайте 460 тысяч участников, что больше половины аудитории сайта набрано Евангелионом. И учтите, что Франкс набрал эту аудиторию, будучи еще онгоингом, который закончился только 7 июля, в то время, когда Евангелиону 23 года. И если обращать внимание на наших зрителей, то Франкс набрал 80-тысячную аудиторию и более 30 тысяч положительных отзывов, из которых треть это десятки. Мы деградировали, вот серьезно. Спустя 23 года мы не можем достичь той планки, поставленной студией банкротом. Прости, Анна, мы все проебали. И именно, благодаря студии Триггер, благодаря небывалой популярности Франкса, поверьте мне, некоторые студии последуют их примеру. Напомните, поднималась ли волна негодования по поводу тотального плагиата во Франксе? Выходила ли она за пределами меманцев из-за бугорных имиджборд? Хоть кто-то, блять, на ютубе или в тематических статьях поднимал вопрос «Почему студия Триггер позволяет себе так безбожно плагиатить?» Да никто, блять, не поднимал этот вопрос. Всем было насрать. Что западная аудитория, что русскоговорящая, и уж тем более японская аудитория. Срать всем было на плагиат. Именно поэтому студии Триггер удалось обмануть зрителя. И если попытка была столь успешной, вы думаете, что она не повторится? Различия Евангелиона и Франкса налицо. Если в первом случае полное отсутствие бюджетов не остановило авторов, ибо они просто хотели сделать продукт и медвигало желание творить, то в случае Франкса авторами двигали только бабки, бабки, сука, бабки! Сука! И именно благодаря вашим же выкрикам о щедевральности и неповторимости Франкса эта попытка наглого плагиата удалась. И уверяю вас, благодаря этому успеху другие студии поймут, что вместо художественного произведения вам можно посунуть бездарный плагиат. И поймите, к тем людям, которым просто понравился Франкс, вопросов нет. Вопросы есть к тем людям, которые орали о шедевральности тайтла, отрицая любой плагиат, которые смогли даже не смотревших тайтл убедить в гениальности произведения. Не важно, это про этих там. Особо одаренные утверждали, что плагиат уместен, ведь ребята из студии Триггер это бывшие сотрудники Гайнакса, а соответственно имеют право на плагиат. А с какого, простите, ляда? Никто из режиссеров или сценариста Франкса не притрагивался ни к Евангелиону, ни к Гурну Лагану. Ой, погодите, главный режиссер ведь был контролером анимации во втором ребилде, а также дизайнером персонажей в Гурну Лагане. Да по такой логике, почему бы уборщику из Гайнакса не основать свою студию и также плагиатить тайтлы Гайнакса? Спасибо западной, русскоговорящей и конечно же японской аудитории за то, что благодаря этому нескончаемому хайпу в скором многие студии последуют их примеру. Всего вам блять наихудшего! АПЛОДИСМЕНТЫ